про старту стрим хорошо самое главное звук проверить что пошел тоже ошибка новичка моя любимая но звук толпой так нам пишет что стрим пошел спасибо большое сейчас мы доделываем свою организацию и будем готовы начать на говоря привет всем кто потихонечку к нам присоединить но комменты уже с белым экраном это вот видимо твоя макушка снизу белая у стримов всегда есть одежда ли я бы по-другому сказал у стрима всегда есть проблема не факт не факт не факт совсем не в костя вот у меня к тебе вопрос мы только что говорили о том что надо проверять заголовок и вот у нас страна игр играет the other life 6 да 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 можно указывать ток-шоу это да это ближе к теме потому что это были серьезно сейчас продай дуэлай 6 подожди если бы он не вышел и у него бы категории на течение было ну вы понимаете да очень информативный стрим будет не верьте ни единому нашему слову ну да да вот у вас травм сейчас все поправлю правда может уже будет поздно правило так вариант тише остальных сейчас я не знаю будет не тише костя все еще только макушка моя любимая что у меня за фотография кошмар где моя аватарка все хорошо все хорошо все хорошо все хорошо я вообще не против чего нет сейчас ты не макушка сейчас ты квакушка с двумя сантиметрами под подбородком у ссиль беру просто так все работает все слышно нормально проблем нет я не знаю там короче все водичка пива становись остановись причем привод как раз есть так что все хорошо знаете я вот сейчас увидел что самое мерзительное из наверное что увидел на этой неделе я вбил в гугле ниндзя и вместо того чтобы увидеть ниндзю мне выдали этого стримера который фортнест стримит ты потому что да надо во первых давать и ниндзя я просто хотел ниндзи поискать картина ко мне показали стриме я кстати но ужасное время живем я кстати говоря думал об этом потому что действительно сейчас идет маркетинговый очень большой хайп на всем и он очень сильно перебивает скажем так первоисточники то есть я не знаю какой привести пример но если сейчас выйдет какой-нибудь дурацкий фильм который никому даже не интересен типа ну я не знаю power рейнджеров там трансформеров черепах ниндзя от вот этой вот контора майкла бы и так далее то по факту он вытеснит там на задворке гугла вообще весь пласт культурный который ему пришло то есть все черепашки ниндзя за все там 20-30 лет своей истории вот я чужие миллиарды там всяких выпусков фан бас фан сайтов и так далее все просто на задворки будут я тебе я тебе о чем и говорю что да есть такое просто весь класс ниндзя культуры и сейчас даже не на первой странице google вся первая страница google обмазана стримером да именно это ну не знаю хорошо или плохо на самом деле всего оптимизация да 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 плане технологий и маркетинговых инструментов это безусловно замечательно в плане наверное пользователя гугла это конечно катастроф но как бы старт стартерного пользователя google да нет за не стартерного пользователя google который вбивает конкретный запрос то есть если пользователю вбивает запрос нельзя то предположительно до в 9 там или в 7 хотя бы в случае из десяти он хочет что-нибудь про нельзя они про конкретного стримеров которые к этой теме относятся там дно тремя буквами ник понимаешь что можно просто старые на самом деле мы не понимаем что нужно кости 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 я прошу прощение я сейчас наверное тебя доломают и своей репликой но сам твой пример про контру и контру он уставил лет на 15 и так мы плавно перешли от темы игры как сервис к тому какие мы старые короче это у меня дедушки дедушки русской журналистики да звучит прям прекрасно наталья играет у нас я просто залипаю на геймплей потому что очень люблю дают и понимаю что в таком сонном состоянии добро пожаловать в взрослую жизнь до как сработать когда рекламу начинаешь купить вот я также сейчас купил да это лайф поэтому оторвите меня пожалуйста глаза от вот это вот сбиение американского футболиста задайте наконец тема делайте осечку вообще которые которые ниндзю ищут как ниндзю а не как ниндзю молодец что представимся что я представитель говорю я уже был главным редактором журнала страны игр такого печатного вот много лет 2006 года и там с 2001 года в работал в нем сейчас я владелец сайта гимнландрук на котором выкладываю потихонечку архивы журнала страны игр я делаю что-то новое вот и со мной артем шорохов всем привет мальчики и девочки и все остальные рассказать что-нибудь о себе так хорошо значит ребят читал же много игр тут наверное меня помнит я там не под псевдонимом писал я занимался редактированием подборкой компоновкой практически всех консольных материалов исключая спецматериалы которыми занимался костя и отчасти наташа вот и наверное был какой-то такой смычкой между дисковым отделом и бумажным отделом потому что умудрялся и там и там и нашим и вашим поэтому мне вот очень нравится обе стороны собственно такого разного журнала страны игры дискового дополнения к нему а у кого там барабана я не знаю а еще я могу и делал очень много всего потому что мне все это нравилось и ну все перечислить наверное очень долго так что вот в редактор консульной части журнала страны игр подставки но и наш ниндзя расскажи о себе александр юстинов 2006 года работал в дисковом отделе вплоть до того как он превратился в лаву был уничтожен коварно совершенно да у меня до сих пор жопа болит от этого и горит тоже и под конец был руководителем доскового отдела как было написано на бэджике там не было буквы и поэтому этот доски отдел что-то происходит с чьим-то микрофоном да я просто микрофон подвину поближе по телу нормально ну да тебе тоже советую этого пониже опустить привет всем читать микрофон который наушниках это не тот микрофон который я говорю ну хорошо вы сильно забили саша он что-то рассказал да нет я все рассказал да сказал главные вещи вот то есть на самом деле вот идея наших стримов и такой живой подкаст где мы собираемся и прям эфире говорим об играх и в основном с ребятами с дискового отдела и теми кем у кого он общался да то есть немножко отдельная такая история которая продолжает кому-то смысле дело дискового отдела и того что сейчас есть на youtube канале кем от видео вот и сегодня мы решили поговорить о такой штуке как игры как сервисы почему потому что для нас торпёров это какая-то ну ерунда непонятная новинка можно могу можете игры на дисках и может прерву прям вот прямо давай давай прерывая смотри я что-то так думал об этом и игры как сервис это же по сути что у нас есть игра которую просто поддерживается очень очень долго без полноценного переосмысления новой части и прочее если так подумать то наверное на моей памяти самая первая игра как сервис это street fighter 2 которые не менялась очень долго просто выпускались ну если можно сказать что картриджи это dlc были да то это вот просто такие контент патчи накатывались вот вам супер turbo вот вам не у челлендж вот вам еще что-то так что хорош а ты хорош к тому же если развивать это аналогию на самом деле к черту картриджи изначально в самом виде все на аркады аркадные автоматы домашние релизы это все уже совершенно вторичные и поэтому да супер два fighter вот это вот бесконечное нагромождение слов после двойки то есть помните как это вот эти в наши стартерские времена когда ходила шутка о том что капком не умеет считать до трех и просто пред представляет к цикле два буквы нет если уж так об этом подумать то принципе вся монетизация с микро транзакциями на самом деле копия модели монетки 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 спрашивают где за киров и за киров сидит на работе и страдает что принесла мне кофе потому что она очень хорошая сейчас я выпью кофе и самое время взорвать чат новости о том что вы наконец и по сути ничего нового и так подумать все что существует можно проследить до восьмидесятых годов но все-таки игр как сервисы это вот наверх онлайновая история а вторых смысл в том что ты как бы платишь и не один раз а много по чуть-чуть вот на самом деле еще на playstation 1 и даже 2 там были игры с каким-то мультиплеером где ты вот вроде я вдруг купил а мультиплеер у тебя бесплатный и пожизненно ну пока там сервера не закроется и это казалось нормально потом какой-то момент стали про деньги за мультиплеер а потом в какой-то момент стали брать деньги вот за сезонные пассы и за dlc ну и классический уже фритуплейные там истории в этом же есть достаточно много смысла и в каком-то плане это наверное хорошо не кидайте меня корид помидорами я сейчас объясню дело в том что классическая вот эта вот модель распространения когда ты покупаешь игру ну условно говоря в коробке вы понимаете о чем я одним куском завершенно и дополнительные патчи для нее тогда когда это стало возможно это же не дополнительный контакт контент как таковой это исправление ошибок то есть если мы вспомним мультиплеерные игры то патч для мультиплеерной игры для там клейка какого-нибудь это не был контент патч это всегда был закрыть какие-то эксплуатты немножечко поработать с балансом еще что-то и что-то еще что-то но это все-таки довольно быстро заканчивалась потому что основную работу работчики переключали ну грубо говоря носит никто долго не поддерживал клейк 2 потому что пилился клейк 3 и с думом такая же история была и так далее на самом деле если сейчас подумать то как делался 2 2 можно предположить что значение предположить представить что в принципе вся работа по производству дума 2 могла быть да и было очень проделана на всей технической базе дума 1 2 мог выйти в общем то вот так что кусочком если бы того сильно хотелось вот а почему и собственно именно поэтому поддержка игры как таковая превращалась игра была популярна и и дальше уже поддерживала и допиливала комьюнити то есть там писала ботов делала свои там самопальные карты и так далее и если ты допустим достаточно серьезно подсел на клейк 2 то рано или поздно ты сделаешь свою собственную карту со своим собственным классом да ну и вот это вот все ты пойдешь там на какие-то дебе из да я помню что карты погонять их там по сетке со своими ребятами и так далее вот если мы говорим о консолях например то какая там была история я сейчас могу где-то мелочах напутать и не обижать но у той же самой playstation был да и до сих пор по моему даже сохраняется определен определенный лимит на патче то есть о чем речь цифры у playstation и точно есть какой-то лимит и это по-моему не на xbox или или потому что он нет я точно могу сказать за playstation но так или иначе в принципе у каждого платформы держателя я просто вспоминаю вот эту историю с игрой рез который который на xbox 360 в итоге не вышел финальный патч тоже за него реально как раз просили по моему микрософт просил 10 что ли тысяч долларов и в итоге разработчики проская но были какие-то такие истории но вот я просто говорю о том что там где-то как-то знаю то есть модель примерно такая примерно там какое-то количество бесплатных патчей тебе по формодержатель предоставляет в рамках обычного базового контракта причем если я не ошибаюсь там был какой был какой-то вол какое-то ограничение на как бы это так сказать на время если не мог второй патч выпустить там условно через день после первого там должно было пройти время это таким образом они ну якобы пытались простимулировать разработчиков работать над балансом сразу они пилить потом свой продукт понимают что просто дел контроль качества под формодержатель должен проверять эти патчи и никого замучаются каждый день и проверять новый патч все это на самом деле вожу вся в голове драконовскому капиталистическому режиму но можно сказать и так то есть во всяком случае на камеру по пресс-релизам это конечно же подается как забота о геймерах но по факту для разработчиков патчи означали деньги то есть патчи разработчикам приходилось покупать знаете и не было но в любом случае с любой игрой было определенный порог после которого игру поддерживать было уже невыгодно либо приходилось какие-то вещи делать именно платным контент патчи по сути приходилось делать платным мы можем вспомнить скота пилигрима того самого на на всяких консолях тогда помнится многие очень много расстраивались и негодовали по поводу того что там через полгода что ли после релиза игры кооперативный режим по сети решили продавать за деньги не самые маленькие там по нижнему по моему слоту его продавали я вот этого не помню я помню я помню сейчас просто из магазина я помню dlc снайпс да потом у юбисок просто кончилась лицензия и решили не продлевать игра была просто выпилена из магазинов ну вероятно давай назовем это так то есть очень простой контент контент для игры который по сути обычно добавляется спать чем им пришлось отдавать за деньги возможно я подчеркиваю что я не знаю история достоверно а именно потому что но они они вышли в ту зону когда любое изменение выложен маркет игры для них один уже определенное количество денег доплачивать вот к чему мы всю эту историю начали то к тому что при той сложившейся экосистеме и при той модели распространения ну который мы привыкли до который мы сегодня будем называть классической игра сервис было технически реализуемой но мало возможно возможно и мало удобной для собственно говоря первую часть разработчиков и действительно чаще я тебе дайте поправлю мало реализуемые и возможны в рамках в нем потому что мы мод как раз никак от этого не страдали ну мы уже не выгодно но хорошо довольно довольно много но если мы вспомним тему с которых все начиналось ну там они несколько иначе все таки игра как сервис именно таком наверное сейчас самом широком понятие это все таки на не если ты захочешь посмотреть ты смотришь на world of warcraft final fantasy 14 то есть это мама тайтлы хорошо это и то что мы имеем сейчас это по сути перетаскивание этого опыта на уже так сказать более традиционный в нашем понимании игры натягивания но в сервисной столы на жанровый глобус да конечно вот я просто здесь хотел также добавить сразу что было понятно чуточку куда мы клоним а то что мы мало по крайней мере в своей типичной модели распространение это все таки платной вещи как правило были и даже тоже самое в world of warcraft который вот сейчас получает седьмое дополнение так далее каждый контентный кусок ты также да но ты все равно по сути покупаешь надстройку на уже существующую игру настройкой над живой игрой об этом ну собственно речь то есть в принципе и ну если мы здесь сформулировать все-таки что такое игры сервисы потому что какая-то вот там четкая формулировка таковая мне кажется отсутствует многие там свое понимают и прочее вот то наверное нам тут уже в чате пишут про дистине до продвис до дистине мы еще дойдем это моя основная тема до всего дойдем по сути мы говорим об игре чаще всего бесплатной но это не обязательно условия которая живет которая предоставляет возможность там своим игрокам по чуть-чуть получать ну как в каком-то смысле новый опыт то есть мы приходим по вечерам мы садимся совершаем в общем то примерно все те же самые действия что и всегда той же самой игре что и всегда возможно даже годами если она нам нравится вот но при всем при этом игра постоянно немножечко обновляется постоянно что-то настраивает постоянно придумывает нам для нас какие-то новые заморки и новые лесенки по которым мы хотим карабкаться и то же мы будем дать я это лазить постоянно почти соответственно новые награды я к чему я к тому что ни один человек не будет постоянно карабкаться по леснице с одинаковыми ступеньками надеюсь вы следуете за моей мыслью если там наверху не висит морковка и собственно развешивание вот этих вот морковка придумывание новых лесенок это работа по поддержке игры сервис на самом деле звучит ужасно потому что это противоречит идее играм как искусству нужно это на самом деле очень механистичная такая маркетинговая скорее история она есть по сути если даже в википедии посмотреть значение игры как сервис первую очередь говорится ревеню модели они какой-то геймплейной модели это первую очередь монетизация и ревеню но тут и можно еще опять таки включить вот эту вот древнюю как мир тему а что же есть искусство потому что отсуток подъема денег все равно остается это хорошо было сказано у нас есть хороший на самом деле комментарий вопрос который я бы лишний раз зачитал потому что он соответствует нашему текущему направлению долгит спешит ребята простите когда вас ложный некий они могут работа легко и сразу прочитать опишешься сервис это же обслуживания и каким образом игра сервис обслуживает игрока то есть вот именно давайте лично включим слова обслуживания и посмотрим то есть обслуживания игрока это удовлетворение его текущей потребности правильно ну как и любая сфера обслуживания это удовлетворение потребности соответственно мы когда приходим там не знаю кто-то с Destiny, кто-то там, я не знаю, в Quake Champions, кто-то в Tekken 7 и так далее, мы, в принципе, приходим за тем, чтобы быстро в сухомяточку получить какие-то определенные эмоции и продвинуться в направлении какой-то морковки. Вот. Соответственно, ну, я не знаю, ребята, какие бывают морковки, расскажите. Ну, как бы в любом случае, как сервис, то есть ты хочешь, чтобы тебя как-то удивляли, тебе что-то преподносили новое, и естественно, за это будут просить деньги, потому что, как бы, на бесплатно основе, естественно, мне дополнительно никто развлекать не будет. Как ты все длингом досводишь? Вот как я прям поспорю совсем скоро с тобой. Продолжай. В смысле? И ты меня отлично сбил, сейчас, подожди, я слишком смотрю на Лей Фанг сейчас. Извините. Я тоже, Лей Фанг просто моя любимица. Ну, просто перед этим еще была Майша, ну и до этого еще и Сара в купальнике, поэтому, да, иногда это тяжело. В общем, это... Отличный способ отвлечь людей. Кость-то вредный, да. Смотри, мы говорили о потребностях. Какая потребность удовлетворяется игрой-сервисом, которую не может удовлетворить просто игра? Это очень хороший, на самом деле, вопрос. В конечном счете... Ну, в конечном счете, смотри, в конечном счете, вот, есть игра, да, если она законченный продукт, ты в нее поиграл, ты в нее все увидел, и она никак не изменится. То есть, ну, ты можешь там ради какого-то интереса к ней возвращаться, но в конце концов она все равно тебе натоест, и там... Есть даже... Абсолютно всего достигнешь там и прочее, пройдешь, как я в детстве там уже как... Только не знал, как себя развлечь Tomb Raider 2, там проходил игру без сейвов, с одними пистолетами и прочее. Но это называется, что не игра уже тебя развлекает, а ты сам пытаешься развлечь себя посредством игры. И в данном случае игра как сервис, она все-таки предоставляет, именно как игра, дополнительные развлечения. Вот, я минуту терпел, чтобы вставить эту фразу, есть ли жизнь после платины, да? Теперь, когда мы с этим развязались... Есть, а у меня есть Destiny, и я все равно продолжил рейдить. Ну, это Destiny, потому что это игра сервис, и это как раз таки мы говорим, ну... Хорошо, в Mad Hazard у меня выбиты все ачименты, но я ее проходил даже потом на PS3. Да, безусловно, но это, как ты правильно сказал, развлечение себя самостоятельным. Как правило, там, хорошая игра что-то может предложить, да? Но, почему всем так понравились ачивки, и почему люди настолько подсаживаются на вот эту самую платье? Потому что, ну, безусловно, там, это сработчики играют на их компетентизме и все такое, но, по сути, это морковка, которую они еще не съели. Если ты не подпрыгнул сто раз еще и не получил там серебряный какой-нибудь приз, то, значит, как будто бы ты не видел еще всего. Нет ощущения того, что ты ее присвоил. Безусловно, но это все равно, игра тебя продолжает развлекать, даже если это всего лишь банальный набор заданий. Все равно это не ты их придумаешь и куда-то там, не знаю, потом друзьям рассказываешь, о, я вчера прошел комбрейдер с одним пистолетом. А именно, что эта игра поставила перед тобой цель, ты ее достиг, и можешь даже как-то, ну, не физически, конечно, показать, но хотя бы предъявить какое-то доказательство того, что ты это сделал. Да-да-да. Вот, но это только, я считаю, одна сторона, потому что ты сейчас идешь от геймплея. Да? Если мы пойдем к другой стороне... Я могу вернуться про деньги, но ты... Про деньги проиши. Потому что, на самом деле, в каком-то смысле игры-сервисы, это способ просто продавать игру не за 50 евро, там, не за 70... За 150-200, да. А за 150, просто распиливаю на маленькие кусочки, и эти кусочки выкатываю со временем, по чуть-чуть. Ну, вот Destiny, это хороший пример, потому что, в принципе, можно было бы сделать полноценную большую игру, продавать за 70 евро, там, продать, там, для 20 миллионов копий, ну, как бы, и все. А можно было выкатить сначала мало контента, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и так, вроде как, за 10 лет и заработаешь 150. Костя, у тебя трекущие взгляды, я сейчас это покажу. Вдс и в этом плане такой плохой пример, потому что, такой development hell был, что на самом деле, на самом деле, любой, любая игра-сервис, здесь будет не очень хорошим примером, потому что, все, что Костя сказал, это все правильно, но это чуть-чуть более раннее поколение, да, это поколение season pass, а вот, потому что мы подразумеваем какие-то конечные продукты из серии, вот добавили сюжетную линию, вот добавили что-то еще, а сервис, как правило, ну, не могу сказать, что это формула какая-то, да, но это, как правило, симуляция вечной жизни для игры, это означает, что у тебя каждый день есть, чего снять, там постоянно нарастает вот эта пена, и ты каждый вечер приходишь с ложечкой, эту пену снимаешь, вот, и именно искусство того, чтобы сделать это для тебя интересным, чтобы не спустить тебя с отмечка, как бы, это и есть показатель жизнеспособности подобной игры, то есть, это не то, чтобы кто-то сделал контентный какой-то вот кусочек, скормил его или еще что-то дальше, это, по сути, настройка большой вот этой вот балансной системы, которая сама себя держит, и в которой игроки уже какую-то эксистему свою наладить могут, в которую, безусловно, нужно вливать контент, но это можно делать уже очень по-разному, не вот этими отрубленными кусками торта, которые ты на неволе представился, а, по сути, просто открывая краник, то есть, это вот дисперсная такая штука, не разложенная на куски. Короче, открыт краник с пилом, и краник бесконечный, но в реверии требуется оплатить. Да, теперь об оплате. Оплата, безусловно, тоже очень по-разному устроена. Я все время хотел вклиниться в ваши разговоры, ну, потому что я всегда это хочу, каждый раз, когда захотела оплата, потому что, ну, как бы так сказать, опять-таки, я чувствую какой-то вот этот вот налет оплаты за куски, да, то есть, это, опять-таки, старая вот эта вот воговская, волтофоркацияская модель, когда вышел там большой катаклизм, там большой батлфорзот и так далее, ты принес, заплатил деньги и можешь какое-то время расслабиться, даже хардстован до сих пор живет по какой-то вот подобной системе с предзаказами новых дополнений. Вот. Но по-хорошему, в принципе, в принципе, там, не знаю, идеальный игросервис, это не та, которая тебя просит постоянно платить за кусок, там, не знаю, раз в два-три месяца, там, в полгода или еще что-то, а та, которая дает тебе возможность в принципе выжирать все, что ты хочешь, оплатить за инструменты по собственному желанию. Ну, ты сейчас, по сути, если я правильно понимаю, описал Warframe. Если я правильно помню, как Warframe, я в него, честно, он free to play, да, и там, по-моему, я вот сейчас могу просто обмануть, потому что я Warframe, про Warframe просто, по сути, читаю новости, но, насколько я знаю, там именно, что контентные апдейты все бесплатные, ты платишь, по сути, внутри там, микротранзакции за всякие там, косметику, может быть, за стилой. Это более комфортно для себя пользоваться игрой. Да. По сути, это покупка инструментов UE. Вот. А я, собственно, хотел как раз сказать о том, что очень многие игры-сервисы free to play, очень многие. Есть платные игры-сервисы, но это отголосок той эпохи, когда ты платишь за аддоны. Это, безусловно, все еще сервисы, но эта модель, которая устарела, в большей степени не цепляет, ну, может быть, она не устарела, но это модель, которая плоть от плоть из прошлого. Вот. Она может быть устарела, может быть, она не до конца умерла, может быть, она там ждет своего расцвета, я не знаю. Ребятишки, только у меня сейчас стрим как-то в слайд-шоу превратился. Нет, у меня тоже. Слайд-шоу. Ну, это, я не знаю, картинка вообще важна, не важна. Пусть Костя разбирается. Я буду, меня будет нести. Попробуй просто обновить окно, такое иногда случается. Причем? Просто я сейчас вижу, что она выглядит, сейчас включу с этим. Вот. О чем я говорю? Да, очень классно. Сорян. Или, по крайней мере, жизнеспособная игра, сервис. Она не будет грубо работать, забирая у тебя куске денег за куски контента. Она будет тебе продавать удобство. Удобство может быть очень разное. Это могут быть какие-то премиум подписки а-ля World of Tanks, которые дают тебе бусты к набираемому опыту и голде. То есть, ты делаешь то же самое сегодня, что делал вчера. Но если сегодня ты докинул копеечку, ты получаешь чуть более ускоренный прогресс. И если ты качаешься, если ты хочешь поскорее выкачать вот тот танк, который у тебя следующий в ветке, понимаешь, тебе уже надоело немножечко подгриндивать. И ты понимаешь, что это займа для людей. Да, но ты сейчас управится дня за три. Ты сейчас говоришь именно про самую жизнеспособную модель для free-to-play, но не для buy-to-play. А buy-to-play сервисы это несколько такой гибридный зверек. Я сейчас не могу гибридный. и еще в очень такой, я должен сказать, зачаточной стадии, потому что наверное самый такой удачный пример сейчас это Destiny. Да. И любая MMO. И любая MMO. Ну, Destiny она quasi MMO, но все-таки да, это сейчас самый такой удачный пример гибридного типа. А вот то, что делает Ubisoft с навязыванием игры как сервис в свои традиционные игры, это в целом довольно очень забавное зрелище, потому что с одной стороны мы имеем довольно неплохой пример в виде Ghost Recon Wildlands и мы имеем совершенно ненужный пример в виде Far Cry 5, потому что Far Cry 5 внезапно тоже игра как сервис, там есть лайф-событие, которые просто я не понимаю кто может быть заинтересован в них, потому что запускаются ивенты типа а на этой неделе мы жжем коров огнеметом. Да, да, да. Начали, давайте вперед, ждите коров. Тихо, тихо, Сашка, не, 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 не надо вот таких страшных звуков у микрофона по уровня, да, превращает это в крики умирающих коров. Да, это понятно, да, это понятно, задумывался, задумывался. Так что я говорю о том, что в целом скажем так, переходном периоде, когда именно что игры как сервис пытаются натянуть на традиционные жанры и где-то это получается, где-то это нет. Как я уже говорил, Wildlands вполне себе неплохая жизнеспособная среда, Far Cry 5 просто отвратительная, вообще непонятная зачем. В любом случае оно и то и другое Ubisoft. Йогур, я вижу твой коммент, про Пайту Вин мы, наверное, поговорим еще, но я к Сашке хочу добавить такую штуку. Мы сейчас говорили как раз о том, что есть модели цепляющиеся за прошлое и в принципе оба твоих примера они релевантны именно этой модели цепляющиеся за прошлое. Потому что особенно, особенно в Ubisoft но и вообще во всех крупных издателях, которые привыкли к коробочной модели, сейчас в последние годы идет очень сильная перестройка под сервис. Не все умеют это делать хорошо. Не всем играм это идет. Понимаешь? Не везде это начали с самого начала правильно делать, а потом там было уже поздно нормально внедрять. Безусловно. Поэтому мы имеем мутантов. И в этом смысле я могу как раз привести в пример файтинги. Потому что файтинги это тот же Counter-Strike Go, который по сути известен. Это тот же For Honor Ubisoft это For Honor и Siege. До этого был Counter-Strike Go и файтинги. До этого было еще Far Cry и так далее. Файтинги я чуть-чуть выделил. Сейчас, наверное, глубоко не полезу, если не спросите, но вброшу такую штуку. Ребят, файтинги это действительно тот самый жанр, который чуть ли не у истоков стоял. Того удовольствия, которое приносит игра сервис, по понятным причинам. это репетитативный геймплей с короткими сессиями, которые вот это вот easy to start hard to win и вот эти все вещи. Но при всем при этом я вот сейчас очень грозно констатирую, что файтинги это, наверное, сейчас самые неприспособленные, точнее, плохо приспособившиеся к вот этой модели жанры. Я не соглашусь. У нас есть Street Fighter V, который по сути они все провалились с DOOS, Tech and Revolution, Soul Calibur, Free to Play. Это все это плохие модели? Это скорее плохие файтинги были, именно потому что там пытались на нормальный файтинг прикрутить Free to Play механики и они отвратительно работали. Это именно что эти игры не были такими прям отвратительными, потому что Soul Calibur Free to Play и он строился на четвертой части, строился на шестой, Но проблема в том, почему они получились... Шестая только сейчас выходит. Нет, Tech and Soul Calibur на четвертой, по-моему, Tech and на шестой. И при этом там прикручивали именно мониторсионные Free to Play механики, которые по сути и портили этот файтинг. Тот же Tech and в котором... Что же там покупалось-то? Ребят, пока я... Там то ли карточки, то ли суперудары, но я помню, что это был какой-то ад. Я смотрел подкасты Spaceman и просто хватался за лицо и думал, Spaceman, зачем ты так долго в это играешь, ну просто зачем, зачем? да, да, хотя бы по жизни как сервисы, то есть, ты играешь в программе, там контент, все, но там невозможно, что-то про деньги, потому что изначально есть персонажи, за какого-то не платить. Ребята, ребята, я сейчас влезу, Саша, запомни мысль, что про деньги? про почему, про почему. Смотрите, у нас сейчас смешивается классическое мягкое и классическое теплое, я постараюсь как-нибудь это просто его произвести, потому что иначе мы сильно увязем. Смотрите, фри-то-плей это модель продажи, модель монетизации, она напрямую никак у нас не связана с теми же самыми играми-сервисами, потому что игра-сервис, что это? Это способ передачи игроку эмоций путем определенной модели. Да, фри-то-плей и игры-сервисы, они практически в единый ком сейчас сжаты и очень тяжело найти адекватный пример чего-то одного. Я бы даже сказал, что фри-то-плей это по умолчанию игра-сервис. Без чего-то другого. Да, фри-то-плей просто не жизнеспособен, если он не предоставляет сервис. И здесь мы как раз видим плохие вот эти отрицательные примеры названных файтингом, потому что там, не построив нормальный сервис, прикрутили хорявый фри-то-плей. Понимаешь, как они делались? Они делались по мобильной схеме. Нужно все упростить, нужно с игрока снять максимум нагрузки и облепить его микротранзакцией. Так это не работает. Микротранзакции как таковые это не цель как бы так сказать игровой механики игры. То есть самые драконовские микротранзакционные игры это мобильные игры. И там как раз фри-то-плей и микротранзакции это модель распространения, не модель геймплея. Там по-разному. Там ты по сути платишь очень часто в одном жанре микротранзакции ты платишь за исключение назойливой рекламы. В другом жанре микротранзакции ты пробиваешь Paywall. В третьем жанре микротранзакции ты избавляешь себя от какого-то совсем неприятного гринда и так далее. Это способ получить деньги за условно бесплатную игру. Когда мы говорим о сервисах, мы в первую очередь говорим о том, как игра построена для того, чтобы удерживать игрока и дарить ему эмоции, которые он хочет от игры в течение долгого времени. По сути, в идеале бесконечного. То есть бесконечно развивающаяся игра бесконечно держит игрока. И уже удержанный этими моделями сервиса игрок так или иначе общаясь с игрой передает ей деньги по модели монетизации. Монетизация у нее может быть разной. Это может быть игра, купленная в коробке с большими дорогими аддонами Развук. Это может быть игра, в которой продаются косметики. Это может быть игра, в которой ты платишь за шансы. Ну, собственно, ты все правильно рассказал, поэтому я и говорю, Street Fighter 5, и я не согласен с Френом, что Street Fighter 5 это именно что вполне себе жизнеспособная игра как сервис, потому что ты не получаешь, во-первых, там всех персонажей прямо из коробки. Ты должен либо гриндить за них, либо покупать их. Плюс там есть дополнительные вещи, как, например, во время Capcom World Tour они выпускали эксклюзивные арены, тематические костюмы, которые ты мог купить только за день. бац, но мне казалось, что Street Fighter 5 поэтому провалился. Что же где-то вернулись на старте, когда не было много контента. настолько провалился, что там анонсировали еще двух новых персонажей на этом Майлайме. Это не показатель, на всякий случай. Это просто может быть из-за плана. Люди у вас прийти там продажи, какие-то доходы. Ну, на лаунче, да, не сказать, что прям отличной игрой был. Но тут я, к сожалению, ничего не могу сказать про Street Fighter, потому что я фанат Гелти Гера и непосредственно Street Fighter 3 мне не нравится ни четверка, ни пятерка, поэтому, увы, я не слежу за ней нормально и ничего хорошего или плохого. Прямо такого фактического не могу сказать. Помните вопрос по спортивным симуляторам, предыдущие схемы игры с сервисом. Ну, на самом деле, они уже FIPA, FIPA, особенно с чемпионатом мира в России, по сути, так пример. Там фактически в том, что они и на старте деньги зарабатывают, как просто купить игру и все, и потом еще с помощью сервиса FIFA Ultimate Team и так далее, они тоже собирают интер-транзакции. FIFA Ultimate Team вроде бы уже вообще стал отдельной игрой и правильно, потому что это все гибридные модели, в которых мультиплеер отваливается с угла и это все старые большие издатели, которые они не то, чтобы они умеют, они, как тебе сказать, у них есть определенный имидж. Если Electronic Arts сейчас выкатит свой какой-нибудь совершенно вот свою Signature серию, например, FIFA, его сделает FIFA 20, например, бесплатный, сервис игрой в браузе, ее просто не поймут. Понимаешь? Она может сделать до старта, FIFA Online какая-нибудь. А уже есть. Ну, они не могут, не могут себе позволить, по крайней мере, пока, резко сменить стратегию для своих игр-локомотивов. Именно поэтому мы у Ubisoft наблюдаем вот это вот, я не знаю, одновременно ненавижу Ubisoft как раз именно за это. у них есть очень четкая стратегия, которая лет 10 уже воплощается по постепенному переводу всех своих локомотивов вот в это самое русло. Я сейчас, конечно, немножечко рискую, но я думаю, что не назовете мне ни одну крупную игру от Ubisoft, которая не имеет сервисной составляющей. Assassin's Creed на самом деле. Разве? Assassin's Creed наоборот, они лишаются мультиплеера, там какая-то игра не появилась, потом они убрали. И там нет ничего, что требовало в реальном. Я прошел, и все. Кстати, ужасно плохо. Да, Assassin's Creed следует как бы... Он пошел назад, он шел в сторону сервисной модели, в Unity, в Unity больше всего, там были всякие были сундучки, и вот мультиплей оперативный, а потом все убрали. Ну, значит, значит... Так сундучки в Origins есть. Да, но там это уже менее важно, потому что они в Unity очень плохо работали. Ну, и мультиплеер тоже не зашел совсем. Просто без мультиплеера игры сервис, как правило, не очень работают. Как-то сингловая игра, ну, в большинстве играть, лс. Потому что для игры сервиса тебе нужно комминитис. Это очень важная тема комминитис, ну, для большого... Да, даже если ты в одиночке играешь технически, смотрите, нужно хоть это синхронный мультиплеер был какой-то. Ты знал, что какие-то другие люди играют. Я как раз хотел вспомнить вот этот вот BattleCats, или как они там назывались. Они в прошлом году, по-моему, были очень популярны с синхронным мультиплеером. Там, где... сейчас скажу, ты никогда не мог быть застрахован от того, что ты играешь с ботами. Знаешь, по сути, тебе об этом, о том, что это живые игроки, говорила только то, что, ну, это же концепция такая. Я обычно об этом понимал, что это ведут дебильные линии, которые... Никто больше придумает, который живой человек. Леники. И это была классическая, типическая совершенно игра-сервис, в которую можно было играть бесконечно, потому что у тебя всегда есть к чему стремиться, у тебя всегда есть какие-то короткие сервисы, повторяющиеся геймплеи, то есть ты можешь не напрягаться после работы. Вот это вот в общем-то те самые игры одной рукой, да, без отвлечения внимания. Телефонные. Но с телефонными играми мы все-таки, наверное, меньше, ну, хотим общаться в рамках странных игр и так далее. Смотри, какие телефонные игры? Я бы просто сказал, что есть отличная, вернее, была уже серия Go от Square Enix, которую Square Enix похоронил уже. они все сделали с ней что хотели. Ну, вот, вот, вот. Но, мне кажется, там система морковок была очень плохо и я почему сейчас ее еще помимо прочего привел в пример, потому что у этой игры как такового комминити не было, потому что она никак не способствовала каким-то вот объединениям игроков, то есть, каждый у себя там все делают это, там нет, с Харстовом, да, и с прочими такими вещами. Но, 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 тут, говоря о мобильном рынке, мы всегда рискуем, как говорится, до мышей, до любиться, потому что там и схемы другие, и внимание, которые эти вещи от тебя пытаются требовать другие и так далее. вот, смотрите, если есть у кого-то что-то добавить в собственном, пусть будет не в каком-то объективном вакууме, хотя бы заявить о собственном каком-то видении подобных игр, сервисах, о которых мы говорим, давайте это тогда протараторим и потихонечку, наверное, к следующей серии перейдем, пока мы, наконец, не начали перечислять все файтинги подряд. Да. Прямо видений нет, но у нас тут спрашивают в чате, а соус лайки могут ли стать игрой платформы? Вполне себе да, почему нет, потому что оно включает и PvE, и PvP-контент, и может дополнять, скажем, взять там Dark Souls 4, да, к нему там потом добавлять новые локации, выпускать баланс-патчи, какие-то контент-патчи, и поскольку там существует прямая PvP-составляющая, почему нет? Ну, они, в общем-то, в этом смысле никак и ничем не будут случаться от файтингов, согласитесь. А сама там не было поеду вина, потому что там все завязано всякие на высокой сложности, если... Ой, да ладно тебе. Тогда можно сделать огненный меч, тогда можно сделать огненный меч или там, не знаю, любое ОП. Я сейчас что хочу сказать, на самом деле, если упрощать, то мне кажется, любая игра, в которой можно сделать интересные дейлики автоматически, может стать хорошей процедуралкой вот такого типа платформой, сервисом и так далее. Потому что мы о чем говорим, на общем-то говоря? Мы говорим о том, что нам с вами, если мы нуждаемся в игре-сервисе, просто нужен повод для того, чтобы продолжать играть в любимую игру. Все. И если эти поводы можно процедурить, каждый день ты заходишь и выполняешь дейлик. Для дейлика нужна морковка. Потому что, если ты просто будешь делать даже интересные дейлики незачем, то у тебя просто мозг так устроен. Он тебе скажет, что это бесполезное занятие. Безусловно. А если ты будешь дейлик делать для шкалы прогресса, на конце которой предусмотрено что-то, бочка, лутбокс, боже мой, там шапка новая, новые там циферка в престиже. Все что угодно. Чем больше, тем лучше. Чем больше шкал, то у тебя появляется с одной стороны необходимость сделать дейлик, потому что это новый кусочек контента, которого не было вчера. А во-вторых, потому что ты в перспективе за это еще и что-то получишь. Как раз таки то, зачем мы ходим на работу. Мы делаем там примерно одно и то же. И для того, чтобы получить денежку. В общем, да, мы пришли к идеальному описанию игры как сервисов. это наша вторая работа, которую мы у Уиллингли делаем. Так что... И вот я вот как раз здесь хочу перерывать вас и сказать, что почему я не люблю игры сервисов. Верни как. Я считаю, что это игры для учеников людей, которые хотят не играть, условно говоря, каждую неделю в новую игру, а хотят зачем-то играть в одну и ту же, потому что что-то глинило свою новую. Уж на год не были хорошие дейлики. Они все равно не лучше, чем новые игры с новым опытом. Это просто убийство времени. Я расскажу про эту сервис, которые я сам играю. Это Fire Emblem Heroes. Я не играю, я играю уже 2 года. Почему? Она мобильная, она делает нормальная, и в ней можно играть в маленьких порциях, где угодно. Она встает в очередь какой-нибудь в магазине, на кальсисе, и включает еще чуть-чуть там играем в нее. Но не в голову не играть дома, когда я не могу нормально играть. Это такой способ заповедливания в жизни. Когда вообще нечего делать, можно играть в другой сервис. Но из людей, которые читают. Больше ничего реально делать в нормальной ситуации. А не зачем ты играешь в одной и той же. Я это не могу понять. И вторая сервис, которая нравится, это World of Archives. Почему? Не потому, что... Она хорошая игра, но я в ней принципиально ни за что не плачу. Я считаю, что разработчики игры это дебилы, которые не хотят моих денег. Хорошо? Я просто... Про что, Саша? Я просто играю в нее, бесплатная игра, прикольно. Я не играю в нее очень часто, но по чуть-чуть. Ты не купил коллекцию High School Fletz занимаешься, девочка? Вообще ничего этого. Я хочу, чтобы я разочаровывал тебя. Я разочаровывал тебя. Я специально не активировал ни за что не застегал. Просто честно, накачался с нуля. Потому что хорошая игра, а деньги не берет. Там что-то есть какие-то магазины? Ты пошли все нафиг. Не так нормально. Вот. В этом смысле, что я не стал играть. Костя, так ты наконец-то сформулировал, только у тебя как-то это получилось очень гаденько. Смотри. Как всегда набросил. Смотри, смотри, смотри. Ну, сразу с конца начнем, да? Потому что у тебя еще, к тому же, микрофон отрубился. Или это у меня отрубился? Нет, у меня все работает. Ну, все и нормально. Все нормально. Я просто вижу с задержкой Костя сейчас на экране, как он двигает губами, а звука не проявляет. Это потому что задержка, чувак. Ну, я и говорю с задержкой. Вот. То есть, о чем речь? Я же это все пытаюсь втолвить, что оставьте вы свои вот эти вот стыдно, да? Оставьте вы свои это из меня хотят денег. Про стыдно и хотят денег, ой, я сейчас смогу рассказать. Продолжение. Продолжение. Это да, опять деньги. Они из таких. Крепись, сожми гулак и не забудь, зачем? Да, я сейчас вы пока разговариваете, я сейчас вернусь. Хорошо. Вот. Черт с ним, понимаете? Денег от нас хотят все. Ну, то есть, серьезно. Произвители книг, игр, фильмов, игрушек, чего угодно, даже воздуха. И как именно они это хотят, но это их дело. Это наш с ним договор. Мы платим, когда хотим, не платим, не платим, точнее, когда не хотим, это не суть. Суть в том, зачем мы вообще обращаемся к играм. В данном случае мы, я 20 раз повторюсь в конечном счете за эмоциями. Как именно мы эти эмоции получаем и как нажатие кнопочек в них превращается. Об этом, в принципе, вся игровая журналистика, наверное, это не так важно. Вот. Но суть-то в том, что мы хотим получить определенный опыт, определенные действия. И здесь у нас в жизни и у нас в психике есть совершенно разные для этого уголки. То есть, вот я какой пример обычно людям всегда привожу? Что вот у меня бывают недели, когда мне хочется только читать, у меня бывают недели, когда мне хочется только, не знаю, смотреть фильмы, аниме или еще что-то, у меня бывают недели, когда я хочу играть. И вот эти недели их тоже же можно дробить. То есть, когда-то тебе хочется вот пресловутый свиной хрящик, а когда-то шоколад. А когда-то ты приходишь с работы, весь убитый, угашенный и так далее, тебе не хочется нового опыта, потому что ты сейчас не способен его нормально переварить. Начать новый выбор. Полностью поддерживаю. Я сейчас просто приведу пример, что я вот до сих пор не могу допройти игру НИО, потому что именно потому что я прихожу с работы, я понимаю, что я слишком уставший, чтобы играть в Souls-like игру, которая потребует от меня очень много усилий. В общем-то, внимания и сил, да, конечно. Мы приходим к тому, что игры в сервис, они интересны взрослым, уставшим, которому скучно. Это следствие. Да, это следствие, но, скажем так, у меня и моего совершенно в Destiny несколько другая история, но мы и отдаем дайте. Потому что в данном случае я согласен на самом деле и с Темой и с Реном. Ну, понятно, потому что мы обоих говорили, если говорим. Вот. По сути, у нас просто у каждого в жизни есть уголок, у кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то его лучше осознает, кто-то там пытается от него убежать и так далее, в котором нам хочется чего-то быстро растворимого. В общем-то. Мы с одной стороны поговорили о том, что нам в любимой игре просто хочется оставаться подольше и нам для этого нужен, в общем-то, просто повод, да? И если разработчики этот повод предоставляют тебе каждый день, а игра настолько хороша и настолько тебе нравится, пайп плачет. Мне очень понравился коммент науктисы про новый опыт в новой Assassin's Creed. Слишком тяжело необычный. Не, да. Assassin's Creed это как-то каждый раз это разный с этим, там, с новостями. Да, рассказывай. Не, ну, как игра музей, как игра диорамы, Assassin's Creed отличная игра, но вот как, да. Я сейчас более болезненную вещь скажу. Assassin's Creed, как и любая сэндбокс-гра от Ubisoft и во-вторых, как любая, в общем-то, хорошая сэндбокс-игра, она тоже в каком-то смысле сервис, просто это сервис умятый внутрь условного сэндбокса. Ну, не сэндбокс, она сэндбокс и опенволд. Сэндбокс это несколько другое. Хорошо, пусть будет опенволд. То есть, я просто чуть более близкий себе пример приведу, потому что я не человек Assassin's Creed и не человек GTA. Это, например, то же самое Shadow of War, который Средиземья. В чем идея? Идея в том, что ты можешь бежать по сюжету, ну, как в любом опенволде хорошему сюжетному, и наконец-то и пройти. А можешь делать всякое. И вот это сделать всякое, которое люди реально могут делать годами. Я бы шармошу все это три года проходил сэндбокс. Shadow of War, да, она очень близка к игре как сервис, особенно учитывая, что у тебя там, кажется, отбирают крепости и все такое. То есть, тебе надо не только сюжет и тяну. Там и боксы 40, так что нормально. Уже нет. Уже нет. Уже нет. Да, убрали потом. Ну, что вы таковали? Ну, потому что там лучший, по-моему, про лутбокс в Shadow of War был рецензия на стиме, что, типа, чувак такой купил за много денег фиолетовый лутбокс, а попал за фиолетовый орк. А он на крепость напали, орк тебя предал, зарубил и ушел, короче. Отлично я заплатил деньги. Ну, кстати, хорошие игры с процедурными какими-то алгоритмами, они именно об этом. О том, чтобы у тебя появлялись какие-то прикольные истории. То есть, это на самом деле очень дорогого стоит. Собственно, все процедуралы существуют ради этого. Но в целом, я говорю о том, что игра подобного рода позволяет в себе жить. Просто в сингловой игре она, условно говоря, все равно конечная. Рано или поздно ты выполнишься сайдквесты и останутся именно вот трущно сервисные штуки, которые обновляются. Не важно уже они по алгоритму или выливаниями извиня по онлайн. Но суть в том, что если они все равно будут бесконечными, то да, это то, о чем мы говорим. А вопрос, насколько это интересно и насколько это увлекает именно, это вопрос уже реализации. Правильно? так-то да. И в этом плане, если у тебя та же самая пресловутая Shadow 4 уже в руках, если ты можешь в нее играть на автомате, если ты прекрасно знаешь, как все работает и вопрос не в том, чтобы познавать игру, а в том, чтобы хорошо, красиво в нее играть не напрягаясь, как в общем-то там, не знаю, условно говоря, люди играют файтинг. То есть, человек, который играет в файтинге каждый вечер, он умеет играть он может быть не прав. Я вот смотрю сейчас на Врене и на Врене просто и это как бы опровержение тому, что ты сейчас сказал. Я просто не думаю, что в рамках каждый день играет. Я играю в стране жизни. Вот об этом и речь. А на другой. И только вот умеялся, завалил его обувил. Вот. Поэтому, ну, то есть, вот тот самый пласт, о котором я уже восьмой раз завожу речь, это та возможность жить в игре и каждый день в нее снова заходить, то, что нам дарят сервисы и того, чего нам приходилось самим из игры выцарапывать каждый день. То есть, моя история с файтингами как раз именно такая. Я обожаю файтинг. Я там лет до 27 был уверен, что это мой любимый жанр. Да? Но у меня с каждым годом все меньше и меньше и меньше и меньше каких-то, я не знаю, стимулов было даже свои самые любимые файтинги включаться. Потому что я прошел всю аркаду, я вытащил всех секретных персонажей, еще что-то, еще что-то, и после этого в игре остаются просто дуэли с людьми. Это самое главное и это можно делать бесконечно. Но для этого нужен чаще всего. Но это относится к любому пвп. Потому что пвп это штука, которая близка не каждому человеку. Есть вот эти типы темпераментов. И в этом смысле есть люди, которые пвп-шеры. Им дают дубину и говорят ты можешь ей бить. И они всю жизнь кого-то бьют этой дубиной и получают это удовольствие. Причем не просто кого-то, а других людей. С другими дубинами, конечно. Они постоянно соревнуются. Есть люди в крови соревнованиях. Именно поэтому у меня не сложилось с файтингами. Я могу очень долго и с большим удовольствием играть в файтинге с друзьями. Потому что для меня это способ общения с людьми, которых я знаю, которых люблю, при помощи, буквально заняв руки, тем, что мне тоже нравится. Вот запомните, как Артем на самом деле общается с друзьями. он бьет их дубиной, короче, санят руки. И это ему интересно, как общение. Сейчас скриншот какой-то телеканал Россия и покажет. Тут не нужны скриншоты, тут нужна кнопочка такая, она в интерфейсе Твича есть, называется создать клип. Она записывает последние 15 секунд, и если ее остать нажать, то тадам, у тебя есть видеодоказатель. Да, короче, и нас их посадят. И нас не посадят. А вот, так вот, я о чем говорю, именно поэтому у меня второе любимое хобби, это настольное еде, потому что я могу встречаться с друзьями, и просто хорошо проводить с ними время, не знаю, трогая руками картон. Понимаешь? Слава Богу, ты дополнил про картон. Отлично. Картон было очень полезно. И когда мои друзья перестали играть в файтинги, или просто предпочитать не те файтинги, что я, у меня, как у человека, у которого нет соревнований в крови, есть исключительно одна возможность, это идти в онлайн и соревноваться там с людьми, которые, собственно, из первой категории, которые любят вот именно ходить и пвпшить. Да, и те убивают. Ну, даже если я их убиваю, понимаешь, мне неинтересен такой способ общения с игрой. Знаешь? И в этом смысле, да, мне не хватает дополнительного стимула, чтобы играть свой любимый Дэлтер Лайв, потому что одни из самых счастливых моментов в моей жизни, когда у нас была по Дэлтер Лайву своя тусовка в Лайве, собственно же говоря, я действительно каждый вечер приходил в неё и играл. И мне это очень нравилось. Точно так же у меня было с Гирсов Вор. Я очень люблю мультиплеер Гирсов Вор. И когда у нас была вот эта вот гирсовая тусовка, в которой все друг друга знали, там были какие-то свои шуточки, прибаутки, вот это. Ну, собственно, мы так в порцию играли во вторую, я ворок, и у нас была тусовка, которые гонялись друг с другом. Сервис комьюнити, понимаешь, который немножечко, немножечко включает тех людей, которые, в принципе, видят свою жизнь без соревнований, без состязательных. Понимаешь? Но файтинги, как очень состязательный жанр, они вот очень сильно вот это вот все дело вычеркивают. И, возможно, именно этот блок им предстоит сломать, чтобы стать нормальной игрой-сервисом. У нас в комментариях уже упоминали сезонные Киллер Инстинкта, это очень классно, но это методы вливания контента. Он держит, безусловно. Но, опять-таки, вливание контента порциями, это не совсем тот сервис, который позволяет тебе постоянно в игре что-то брать. Я объясню, почему. Возьмем какой-нибудь долгий срок разработки в World of Warcraft. Понятно, что в нем каждый день есть чем заниматься. Но если мы посмотрим только на аддоны, аддоны появляются раз в год. Вот, допустим, аддоны для Final Fantasy XV появляются раз в полгода или год. 14. Нет, именно 15. А, окей. Сингловые. Вот. И, соответственно, как это выглядит с точки зрения игрока? Ты любишь игру какую-то, ты сидишь полгода без контента, потом тебе где-то в новостях пишут, чувак, там вышло еще одно дополнение на 14 часов. Ты приходишь, проглатываешь его за 14 часов и снова на полгода забыл. Да, это одна из проблем, которые именно, почему я и говорил, что для традиционного жанра игр сейчас находится в таком переходном зачаточном виде, потому что, действительно, они очень плохо забаланшены по пейсингу того, как они доставляют этот контент. Потому что, опять-таки, я, опять-таки, возьму Wildlands для примера. И, в особенности, это отвратительно, когда подобные игры начинают запихивать лимит тайм-ивенты. Потому что, я хочу поиграть в Wildlands когда-нибудь. Но сейчас, я, как бы, понимаю, что для меня более чем одной игры как сервис, но это слишком много, потому что, я там пытался играть одновременно в Destiny в Monhan, нет, не работает. И меня очень-очень сильно в свое время смутило то, что в Wildlands они запустили этот ивент с хищником, который выглядел суперкруто. И они тогда сказали, он продлится две недели. И я такой, блин, ну не хочу я сейчас Wildlands покупать, но с другой стороны я хочу поиграть в этот ивент с хищником. И меня настолько это вот разрывало как-то так. И это, я не думаю, что так должно это все дело работать. Но в итоге миссии с хищниками сделали, кстати, на постоянке. Ну, это закономерный итог. Я, кстати, сейчас немножечко вовлечен в выпуск второго Хитмана. И первого Хитмана, соответственно, в полном издании, на условной готе. И там даже есть специальный вот этот вот абзац объяснений прямо на обложке о том, что да, ребята, вы получаете игру со всем вышедшим для нее ранее контентом, но поскольку это игра сервис, а Хитман это игра сервис, секундочку, образцовая, вот, то... С контрактом iOS, который можно пропустить, да, вот как раз Хитман это... При молчании, ну ладно, я тогда продолжу. Вот, и там есть целый абзац мелкого текста о том, что да, вы, конечно же, покупаете игру со всеми ранее вышедшими обновлениями, но вот целый пласт этого контента вы никогда не получите, потому что он был ограничен во времени. Он потерян. Да, но это бог с ним, это просто на заметку как иллюстрация. Сказать я хотел вот о чем. Саша затронул очень, на самом деле, классную и правильную тему. Ребята, у меня в ушах сейчас абсолютно тишина справится. Я настолько увлекательно рассказываю, любите, что я не знаю. Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я рыгал на каждую твою фразу. Нет, нет, нет. Просто, ну, бывает, знаете, такая зоняющая тишина, как будто у тебя наушник лопит. Вот. И... Главное, чтобы зря тщательно слышали. Чтобы зря говорили. Я просто чудесно сбил сам тебя, но идея была о том, что Саша сказал очень какую-то классную штуку, которую я хотел развить. О том, что больше, чем одну игру сервисную... Да, да, я абсолютно прав. Дело в том, что особенно, в всяком случае, в нашем возрасте и в нашем положении, я объясню, что это значит. Это значит, что у тебя не 14, и у тебя нет дофига свободного времени с одной стороны. А с другой стороны... И заметьте, у нас еще не такие плохие положения, у нас с вами детей нет. Ну да, да. Да, кстати, между прочим. Вот. Но в целом, в целом, если мы говорим о аудитории 25+, то это, как правило, человек с работы, с кредитным, с ребенком. Есть семейные обязательства. Безусловно, куча людей не таких, но в целом я просто описываю какую-то определенную группу. Вот. и у этих людей действительно есть вечером часы. В общем-то, если мы не берем выходные, это все. То есть, обычно, как это работает? Ну вот я, допустим, по себе сушу. В какой-нибудь один выходной, ну, например, один или два, ну, это зависит от всяких домашних дел, я могу сесть и поиграть во что-то там несколько часов в ряду. Это будет большая, сингловая игра, когда я выспался, и когда я могу в достаточной мере нормально выспаться, все полноценно. И есть час после работы, когда я вот пришел, вот покушал, там, не знаю, супчика, и думаю, ну, спать пока рано, надо что-то поделать. Вот это что-то поделать, это не начать новых конусов из-за обычных. Чаще всего. Поэтому, поэтому, чаще всего, игросервис, она имеет среднюю длину сессии. То есть, вот это вот рекламные слоганы всяких волков, о том, что один бой длится средний сельский. Ты с половиной минут, да, Саша? Вот. Что опять, да, Саша? Ну, мне почему-то все время кажется, что ты лучше меня знаешь. Ну, вы будете с половиной минут. Вот. У World of Times даже целая рекламная компания строилась именно на том, что один бой с половиной минут. Не знаю, поставил пельмени вариться, успел сыграть каточку. Да, не рассказывал, что там, может, все, помнишь, что вот, это форшаршин 15 минут. Там 15 минут длится весь матч с Олегом, тут я палюсь, но да, я действительно довольно много играл. Вот. 15 минут, это если все встанут, перестанут друг друга стрелять и просто выйдет таймер. Но 90% всех боев в World of Times заканчивается полным истреблением одной из команд. Это, да, в среднем происходит вот 7-9 минут. Вот. И ты можешь там немножечко покатать, выполнить дейлики, еще что-то. И обычно, обычно, не всегда, игры-сервисы, они как раз именно такие. Прийти вечером домой покатать. Они, в принципе, не очень сильно спорят по своей занимаемой нише в жизни игрока, с обычными нормальными, большими здоровыми играми, играми здорового человека. Или с не встречающими, вроде посмотреть матч футболу под пиво. Полтора часа, то же самое. Но при этом, они очень сильно спорят друг с другом, потому что, как Саша правильно заметил, вот в той группе, которую я писал, места для второй игры сервиса нет. Я тоже пробовал, приходится выбирать. Они очень сильно конкурируют. Да, это просто омерзительно и отвратительно тоже. И мне очень сейчас интересно прииграть в Division 1 после всех патчей, обновлений и прочего, потому что на лонче игра была, ну, мягко скажем, отвратительной. Сейчас она должна быть хорошей, я даже купил ее и немножко играл ее в период застоя Destiny 2, но потом я пытался, вышла DLC Destiny 2, я пытался это совместить, нет. И ровно то же самое произошло с Monkhan. Я пытался начать в Monkhan, я поиграл два вечера, да, игра отличная, простите, чуть не сказал отвратительной. Игра отличная. Очень близкая к клаватуре, да, две кнопки. Да, игра отличная просто, но я понимаю, что Destiny сейчас моя основная игра как сервис, и я не могу потянуть еще одну игру, потому что в том числе я все-таки хочу иногда переключаться на все-таки традиционные игры. А если я начну тратить свое время на две игры как сервис, ну это совсем уютно. Это в два раза больше дейликов делать. Это в два раза больше дейликов, да. Ну, то есть, история-то на самом деле какая? Как правил, как правил, и это, в принципе, наверное, неплохая схема, но, по крайней мере, в текущее положение, такая игра хочет тебя удерживать каждый день. то есть, соответственно, что такое дейлик? Это какая-то новая активность, там, это может быть сайд-квест, там, все что угодно, которая восполняется раз в день. То есть, грубо говоря, такая игра каждый день дает тебе повод зайти в нее и что-то сделать, и, соответственно, дает тебе за это какую-то определенную награду, которую ты можешь пропустить. И вот это уже роднитые очень сильно с ритмоплеем, боязнь что-то упустить. Соответственно, ты заходишь каждый день в эту игру, чтобы снять вот эту вот пенку, потому что иначе пенка накипит. Вот в моем любимом гвините, например, три дейлика, ну, три слота под дейлики, и, соответственно, если у тебя все три, они забиты, не освобождены, ты ни один из них не выполнил, у тебя четвертый не появится, у тебя будет день простора. Это звучит отвратительно сейчас, потому что, ну, по сути, это вот дергание за вот эти вот какие-то такие низкие струны, это манипуляция игроком. Но, при всем при этом, это так или иначе, это те самые эмоции, которые мы хотим получить. В общем-то, и поэтому, если ты отвлекаешься на какую-то соседнюю игру сервис, хочешь играть в две сразу, то здесь у тебя сразу возникает такая вилка. Либо ты пратишь два раза больше времени, либо каким-то образом ты должен смириться с тем, а мозг у нас так не устроен, он не хочет пропускать, если он во что-то каждый день вкладывает. Это не тренировка спортзал, чем почти каждый. А если ты много пропускаешь, то у тебя сложится уже опять-таки из-за особенностей нашей психики как бы так сказать некоторое отвыкание. То есть, вы замечали, наверное, что если ходишь в спортзал, ты ходишь по расписанию. Ну, назовем это каждый день, хотя это неправда. И ты ходишь, 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 и это твоя рутина, это нормально, у тебя организм под это подстроился. Ты заболел, ты уехал в отпуск, там, не знаю, начались новогодние праздники, ты неделечку пропустил, потом вернуться трудно. Это способ бросить игру. Именно поэтому одна из игр-сервисов проигрывает. Ты ее воспринимаешь не основной. Она тебе так, побаловалась. Хороший комментарий, что нужна убера-бера-сервис многожанровая. То есть, в одной игре были там и гоночки, и шутеры, и все подряд. Я понял. И это, мне кажется, совершило проблему. А такое было, оно закрылось. Я могу назвать два проекта монструозных, которые не выстрелили. Ну, точнее, выстрелили, но по-разному. Во-первых, это упомянутая вселенная, в которой был отдельно совершенно рожденный консольный бастард под названием «Валькирия». Даст? Нет, даст. 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 14 или что-то логовое. Да, что-то такое, да. С какими-то цифрами. Это был шутан с высадками на планету, и они долго носились идеи, которые даже частично воплотили потом соединить ИСС. То есть, люди, которые бегают и шутятся а-ля квейк на планетах, могут запрашивать какие-то орбитальные бомбардировки и так далее. в общем, какую-то помощь от игроков собственно в их онлайне. И были какие-то идеи о том, как это дальше, дальше, дальше объединять в эти самые, что те, которые любят играть в шутеры, будут играть в шутеры, те, кто любит летать на самолетика, будут летать на самолетиках и все вместе, они в едином, бесшовном мире. В общем, то же самое, что нам обещало Wargaming по объединению, в проекте по объединению World of Tanks, World of Warships, World of... Вообще-то, изначально, это Гайджин. Ну, нет. Гайджины воплотили то, что Wargaming не смогли или не... Так-то, прямо скажем. Собственно, всякие... Я, если честно, со всеми этими клонами путаюсь, Warface, War Thunder, во всеми этими играми. Где-то это есть. Где-то это работает. Да, одна фигня. То самолетики, то спецназовцы... У них название похоже. Понимаешь, War Slow. Warframe. Да-да-да. С World of Tanks мне понятно, потому что это мир танков, мир самолетов, мир кораблей, там не ошибешься. Я прошел, что ли? Да, ты наконец-то запинал Леона. Поздравляю. Окей, хорошо. Я прошел игру. Ладно. Сори, 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 сори. И в этом смысле я согласен. Это вот такая утопическая идея, она классная. Кто-то монстров рубит, кто-то в шутан бегает, кто-то при этом в ККИ-карты перекидывает, а кто-то месяц мордами файтингов. Но надо понимать, что это игры очень разные, эта команда очень разная, это очень тяжело между собой дружить, как утопия, это классная идея. Первому игроку приготовиться, вот привет, как раз об этом, да? Да, да. Хороший пример. Ну, просто плохой фильм, но хороший пример, да. Вот. Но, поверю ли я в то, что кто-то на таком вот уровне, о котором мы все мечтаем, это может воплотить, ну, наверное, не очень поверю, хотя было бы круто, если бы я ошибался, это правда. Но, по-хорошему, вот подумайте так, чтобы сделать файтинг, какая нужна команда и какие нужны этой команде навыки, и какой нужен движок. И чтобы сделать хорошую ККИ, если кто-то не в курсе коллекционная карточная игра, что нужно. И вот тебе еще и предлагают их подружить. Так, чтобы это не был гибрид-файтинг, файтинг с картами, а был какой-то единый мир, в котором подружены два жанра. То есть, один хочет файтинг играет, другой хочет ККИ играет. Я могу сказать, что это будет. Это будет платформа Майлру, внутри которой есть много разных игр. Да, типа того. Ну, по сути, с единой виртуальной валютой, которую можно уже тратить. А вот это уже варгейминг, единая валюта, которую можно тратить. Да, да, да. По-моему, это до конца не воплотили, но что-то такое было. Были такие эксперименты, я не могу назвать удачного, но как минимум, такие идеи были. Ладно, на самом деле, мы садим уже больше часа. Давайте войдем на Дэйсс. Не по Дэйсс, не по Дэйсс, а садились, я по-моему, это разорядно, понимаете, почему идем нормально, что там мало контента. Там реально короткая компания, без сюжета, один рейд, и там еще в ваниле. Я предлагаю просто дать Саше слово, попросить его для начала рассказать, как в Destiny устроен тот самый сервис. А потом уже задавайте вопрос. Зачем подавать? Нет, то, что рейд, так, рейд, вот, а потом еще один проходить. Как? Я бы хотел, на самом деле, начать немножко, загодя, до Destiny вообще, почему я начал играть в игры-сервисы, потому что сейчас, если так думаю, то, вряд ли бы я играл прямо на полном серьезе, во что-то такое. это было тупо, мне было тупо интересно, тупо абсолютно, попробовать начать какой-нибудь франчайз, который обещал, типа, многолетнюю поддержку, прямо вот с самого начала, а не запрыгивать на электричку, которая уже идет, то есть, это не World of Warcraft, который уже существовал, ни какой-нибудь еще франчайз, а именно что-то новое, которые говорили, да, мы будем поддерживать эту игру много лет, мы рождаем какую-то медиа-вселенную. Ты в Star Citizen не донатил? Извини, просто хохомочкой. Продолжай. Нет. Вот, и первым моим таким выбором была игра Defiance, потому что мне очень понравилось, типа, идея, что есть вот игра, мумошная, параллельно с ней показывают сериал, все это должно как-то интервиниться, одно влияет на другое, ну, то есть, задумка была прикольная. Вот, я начал играть в Defiance, начал смотреть сериал, но как-то не сложилось даже не только, потому что, ну, как бы, и то, и другое было, ну, такое очень. Ну, и то, что в целом я очень не сериальный человек, я все-таки не могу очень часто выдержать, там, часовую серию сериала или смотреть что-то в онгоинги, и плюс у Defiance была ужасная проблема с тем, что, да, это вроде как сериал-игра в одной вселенной, но сериал был своей атмосферой, такого, типа, вестерна, что-то вроде а-ля Firefly, и игра, которая была, по сути, бордером, и вот этот вот когнитивный диссонанс, который вызвал, ты просто не верил в эту вселенную, и как-то я так поиграл в нее, даже, кажется, прошел до конца сюжетную кампанию, и забросил в эту гену, не досмотрев ни сериал, не продолжив играть в Defiance. Следующий, мораль в чем? то есть, здесь, не, не, здесь, ну, я тебе говорю, у меня именно со спершеновым дисбелив возник, именно, что, ну, не зацепило, не пошло, но, как бы, идея все равно осталась. Окей, думаю, хорошо, вот эта штука не за что-то. Следующая, и как раз на подходе был Destiny, потому что Defiance был в 12-м году, Destiny вышел в 14-м, поскольку я большую фанацию рейхейла, банджик сделал ли хейла, я смотрел ролики, видел, что, по сути, геймплей от хейла плюс какая-то, вроде, забавная такая вселенная на стыке sci-fi и фэнтези, но, окей, ради, ради Destiny я купил PS4 и начал, собственно, играть. Но тут, опять-таки, это, первое, что мной двигало, это именно кюресить проследить то, как будет меняться игра. То есть, это одновременный какой-то такой эксперимент по наблюдению за развитием геймдизайна в рамках одного франчайза, и в данном случае Destiny полностью это доставила. В рамках роллер-костера, эмоций и геймдизайнерских решений, которые она предоставила, она просто уже доставила настолько сильно, что, мне кажется, наверное, если бы я мог, я бы написал уже книгу о том, как я играю в Destiny, какие эмоции она мне доставила, где она меня прямо до слез дострогала, где она просто мне в пукан взорвала и все такое. Ну и плюс, да, как игра, она мне понравилась, но я думаю, что Destiny, ванильная Destiny 1, она очень плохой пример, потому что действительно в этой игре было катастрофически мало контента и для меня я в нее продолжал играть именно, что на первой идее о том, что хорошо, я хочу просто проследить за этим франчайзом, второе было, что мне действительно понравился игровой мир, поэтому меня как-то не совершенно напрягало гриндить там материалы и прочее, а гринд в ванильной Destiny он был ужасный, просто отвратительно, кошмар, получал пушку, она была непрокачена и чтобы в ней прокачивать ноды там на дэмэдж, на перки, тогда были как раз не только перки на оружие, а еще были ноды на дэмэдж, а все это нужно было планетарные материалы, то есть ты, я помню, как я целыми вечерами просто проводил на луне, ездил по кругу, собирая, короче, планетарный материал, все, вот, весь мой вечер проводился так. Ребят, Саша, запомни, я просто не могу прочитать комментарии, на самом деле комментов очень много хороших, надо будет потом, не знаю, посвятить 10 минут пройтись по ним, но вот это просто прекрасно, если бы игры, если бы игры, как искусство, могли стать зомби, то они стали бы играми-сервисами. Окей. Продолжай. да, потому что он в том, что он да, и что? Игры-сервисы сходят по кругу, Игры как сервис, на самом деле, наверное, в первом, у первой части, первая вообще итерация монетизационной модели Destiny была именно полностью классическая. Они сказали, вот вам коробка за 60 долларов и вот вам Season Pass. В Season Pass будет еще два дополнения. И потом, и потом еще, и потом еще через еще добавить. И где-то вот после этого они поняли, что эта монетизационная модель не очень работает, потому что тот контент, который добавляется вместе с аддонами в Season Pass, он просто ничтожный. они ввели в итоге микротранзакции и вместе с этими микротранзакциями на самом деле игра стала более походить уже на лайв-сервис, потому что там начали появляться лимит-тайм-ивенты, какие-то бесплатные при этом обновления и прочее, прочее. То есть реально вот Destiny, она эволюционировала и по самой идее распространения, как классическая игра, как коробка с DLC до какой-то платформы. в чате игре есть эфо, у кого-то колонки включены, или как? не включены, у меня теоретически может микрофон ловить из ушей, я сделал уши потише, если проблема была во мне, она уменьшится, подтвердить. скажите, 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 потому что и сначала же не было вводи. Да, такое еще часто происходит, если кто-то меняет свое положение, оказывается ближе к экрану, к источнику звука. Простите себя, не прислонились к... нет, я вроде не менялся. тогда продолжаем. Поехали дальше. Кость, оставь вот так, нормальная картинка. Ой, там что было, сорян. Да, 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 все, можно не менять. Все, все хорошо. А вот, но при этом сам Destiny прямо вот сейчас с выходом Destiny 2 он именно что страдает от того, что он не полностью откинул рудименты и классической модели распространения, потому что вот еще одна проблема, которую я хотел бы сказать, что игры как сервис о том, что они сейчас в зачатке и переходном периоде, это то, что они не могут подобрать классическую ММОшную модель, когда аддоны просто докупаются на уже текущую платформу, то есть там нет такого вещи, как World of Warcraft 2, World of Warcraft 3. И с Destiny именно произошла вот эта трагедия, что они выпустили Destiny 2. И трагедия не в том, что там было переосмысление системы диодская, а то, что они оставили весь контент, который они четыре года разрабатывали, позади, и мы снова получили опять игру без контента. А это, кстати, огромная проблема, собственно, куда взявшаяся от того, что издатель привык продавать игры в коробке. Зачем вообще нужна была Destiny 2, если, по идее, игра-сервис хочет делать живой Destiny 1. Понимаешь? Помнишь, мы с тобой чуть раньше как-то обсуждали вот именно вот эту вот тему, что если кто-то продает коробку, он сидит на игле продаж больших кусков контента. Ему нужно продать Destiny 2 для того, чтобы сменить игровой движок. Ну, продать сиквел, я имею в виду. Если нужно продать техническое обновление какой-нибудь World of Tanks, они просто делают большой патч, в котором, по сути, могут заменить весь движок, выкатить наработки, не знаю, трех лет работы. но только, к сожалению, движок Destiny 2 это движок Destiny 1. Вот в данном случае... Это еще большая проблема. Костя, ты прошу прощения, раз уж я вклинился, у тебя сейчас видно только брови, тебе надо выровнять камеру так, чтобы видно было тебя хотя бы по плечи. Это чисто эстетично, хотя кто-то со мной не согласится. У нас все еще говорят, есть проблема с эхо, надо как неслышать звук. Я вас слышу прекрасно без всякого эха. Проблема то, что это идет трансляцию. Ладно, сейчас, короче, как я выгляжу? А, нет, я просто наклонился вниз, потому что я, конечно, настройки смотрел. Вот, говорят, не одиночное эхо тройное, то есть, видимо, на сплитере что-то. Мы можем все по очереди подключать свои микрофоны и посмотреть, как они реагируют. У меня настройка одной, по идее, она могла убраться. Ну, хорошо, техническая сторона на тебе, ты и разбирайся. Ну, как бы, да. Видно только брови, как у Ниндзя, пишут, отлично. Как у Ниндзя, да, да. Не, я не знаю, я могу чуть-чуть ниже камеру делать. Ну, вот сейчас норм, просто ты, когда уходишь в игру, ты присаживаешься, угорбишься. Да, вот так. О, и снова, это прекрасная картина. Надо бы только другого персонажа. Ну, ладно, чем тебе Ниндзенгу не надо? Ну, потому что у меня в Деватуре своей любимицы. Я вообще очень люблю этот фейтинг. Причем за геймплей. Значит, я понял, в чем была проблема. Хотя, скорее всего, она была с самого начала. Ой, боже мой, он потянулся ко мне рукой. О, нет, нет, это рука. Часто, что там, да. Нормально. Вот. Саша, если ты помнишь, о чем ты говорил, наверное, продолжай. Просто очень много Destiny уже. Очень много, уже. А, я имею в виду, что хотелось в каждый момент разограться, понимать, зачем. Я вернусь к вопросу Рена о том, зачем перепроходить рейды и все такое. Но в Destiny 1 у всего оружия были рандомные роллы, люди просто гнались за год роллами и за дропами тоже. Потому что все-таки окей, я понял, на марсианском начало разговаривать. да, да, грубо говоря, перки на оружиях Destiny 1 они рулились рандомно. Да, я понял, очень понятно. Я понял, что они выглядят, потому что каждый раз, когда тебе выпадала пушка, перки на ней расставлялись случайным образом. Ну, как в Borderlands. Да, по сути Destiny это и есть лут-шутер. То есть это тот же самый Borderlands. Ты занимался тем, чтобы получить пушку с максимально выгодным тебе набором перков. а в рейды ходили, чтобы получить, как и в Вове, набор брони, чтобы после того, как ты в 30-й раз от его навалил, финальный босс первого рейда, чтобы наконец-то и выпал экзотический мифокласт. Короче, гринва. гринд, шмот, да, это основа. И это основа Destiny, это лут-шутер. Все делается ради лута. Почему Destiny 2 стало настолько большим разочарованием? Потому что они зафиксировали на каждом оружии набор перков и буквально через пару месяцев, когда кончился контент. у тебя кончился контент. И, понимаешь, мне выпал еще один Better Devils. Классно. Я его разбираю, потому что у меня уже был Better Devils. Зачем мне новый Better Devils? Так что это, я думаю, отдельный вообще подкаст про проблемы Destiny и моего эмоционального ролер-хвостера. Но вот для меня Destiny стала именно такой игрой-сервисом. И в том числе это, опять-таки, да, игра не только потому, что я слежу за кемпионерскими решениями, но и эта игра отдых. Потому что когда я прихожу вечером, я прекрасно понимаю, что мне нужно сделать. в Destiny 1 были дейлики, в Destiny 2 система недельных майлстоунов, так что, по сути, это то же самое. То есть, на неделю задания, а уж как ты их там растянешь, это уже твое дело. Можешь в один вечер все это сделать за три часа, можешь растянуть на несколько, в общем, играй как хочешь. И для меня это в том числе, как уже Тема сказал насчет файтингов и Dead of Live, это общение. потому что как бы Destiny, ну, можно играть соло, но весь эндгейм завязан на все-таки групповое прохождение и матчмейкинга там нет. Хочешь, не хочешь, тебе все равно надо искать пати. и для меня такое пати стало, потому что я тупо вступил в клан иностранных людей, я просто познаю иностранную культуру с ними. Ну, то есть ты общаешься с людьми ищу пышков и при этом картон? Да. Ох, забавно. На самом деле, когда ты рассказывал... Ну, сейчас, извини, сейчас, сейчас, опять, к поинту у Костя о том, что это игры жвачки, из-за которых не остается время на нормальный экспириенс, это, безусловно, так и есть в том числе, потому что вот прямо сейчас у меня есть ябод за 6, который я очень хочу пройти, но у меня нету времени, возможности занятию сесть, потому что либо я прихожу с работы такой убитый, типа, в Яркутцу сидеть, то есть там подожди целый час сначала заставки смотреть, потом, потом, значит, травма, потом, да, по кафешкам, ой, блин, нет, можно я просто постреляю кому-нибудь в лицо, получу за это няшку и где-нибудь там пообщаюсь с моим другом из Бельгии, вот, а потом включается во мне еще такая штука, как комплекционист, она иногда во мне появляется, я в целом не бегаю за всеми ачивками, но почему-то в Destiny меня все-таки задевает, когда я не выполняю, например, там есть в каждом году есть такая вещь, как триумфы, типа, тебе дают финальный набор ачивментов и, типа, за этот финальный набор ачивментов, если ты выполняешь по определенных количествам, то ты там получаешь внутри игры какие-то вещи или в том числе эксклюзивную футболку, ты можешь сказать, но меня это не останавливает, то, что окей, хорошо, получил возможность купить футболку, купил себе эту футболку, меня именно что не останавливает, что я вижу, когда незаконченные цифры, например, что ты выполнял, получил 390 очков из 400, и ты понимаешь, что эти последние 10 очков они отнимут у тебя там 10 часов в твоей жизни, но меня это настолько сильно раздражает, что вот, конец очень-очень близок, и я действительно потрачу на это свое время, пойду играть, к сожалению, в Якулзу 6, но при этом все равно буду страдать, что я еще не играл в Якулзу 6, да, я могу выдохнуть, и игра мне нравится в том числе, но опять-таки, где-то я... Я с этим профессионистом включается не в каждой игре, а только в какой-то конкретной, но тебе хочется, чтобы уж эта игра отвечала тебе за это. но если ты помнишь, я никогда не был тимоохотником с ачивками, если ты помнишь, первая игра, в которой я выполнил абсолютно все, была Batman Arkham Asylum, мы даже про это говорим в нашем обзоре, да, ну, я в этом как игра стимулировал то, чтобы ты в ней сделал все абсолютно. Да, да, да. Я, кстати, наверное, от ачивок, именно потому, что вот моя такая игра, которая, взаимности от которой мне хотелось больше всего, меня жестоко предало и обмануло, и я освободился. Это были Gears of War, как раз еще первые. Я очень много играл в мультиплеер, я до сих пор считаю его гениальным. И в чем там была штука? Там ачивки были достаточно примитивные, но в применении к мультиплееру они ну, были сложные. По-моему, было по 50 типов убийств в каждом. Тут, извините, я прерву, говорят, что надо бросать мне Destiny команд в Якудзу, хоть кормить котиков и бовликов. Я, к сожалению, карма. Потому что в Якудзе 6 есть сайт квест на котиков, так что я не брошу кормить котиков, даже если перейду из Destiny в Якудзу. Ну, просто это будут уже совсем другие. Котики. И, короче говоря, очень много времени потратил на то, чтобы сделать 50 штук очень сложного убийства, там, если не ошибаюсь, из пистолета, самого слабого оружия и приходилось очень много заморочиться для того, чтобы делать. Я не буду вдаваться в механику, чтобы не говорить на птичьем языке. Но вот, в общем-то, когда я это выполнил из-за какого-то глюка игра мне эта тачимметр не дала. И у меня это не сири, или как там как там этот тачиммет табланутый совершенно назывался. Не-не-не. 10 тысяч убийств. Не-не-не. 10 тысяч убийств и так далее, они сами набираются, понимаешь? А вот убийство конкретно пистолетом, оружием, которым сложнее всего кого-либо вообще когда-нибудь убить, я имею в виду мультиплееры, где враги тебе не отдаются. А для этого приходилось, скажем так, играть по-особенному. То есть, играть на ачивку. О, да. Это, по сути, мелики такие. Ну, вот, по сути, да, это те самые триумфы, потому что, опять, извините, я тебя перебью, буквально в прошлом году, значит, когда заканчивался последний год Destiny 1, они выкатили эпоху триумфа, где выкатили книгу с рекордами, где было очень много рекордов, там, типа, чего только не нужно было сделать. Но эти все рекорды могли открыть не все. Если ты играл с самого начала и, как бы, участвовал во всех ивентах, естественно, у тебя там ретроактивно все это открывалось. И именно из-за того, что я начал, я играл с самого начала, я участвовал во всех ивентах, естественно, у меня открылось сразу практически 80% этой книжки, и тут я понял, в какую я засаду попал. Потому что за эти четыре года, вот, опять-таки, это разграничение, как ты используешь игрок как сервис. В игре есть три класса. Варлоки, Титаны, Хантеры. Я играл всегда за один класс. Потому что, ну, мне не хватало времени еще и Титан, я Варлок Мэн, еще Титаны и Хантеры мне просто было не время. И тут в этой книжке там были ачимент, которые требовали Хантеры и Титаны. И вот я такой, блин, у меня всего два месяца, чтобы восполнить вот этот вот трехгодовалый гэп не игры на Титане и Хантеры. Я настолько выгорел от Destiny 1 за это время. Я все выполнил, там, все эти вот, заново пройти все ПВП квесты, там, выполнить эти дебильнейшие челленджи. Я просто ненавидел эту. Вот, был месяц, где настолько у меня задница горела, я ненавидел Destiny, все, что было с ней связано. Я сейчас вообще сделаю страшно, я огромную оси лопату вобью тебя прямо промеж булок. Саша, а вот потом они это все вайпают и выпускают в Алистане 2. Да, именно. что ты думаешь, превращается в цикву. Поэтому я сделал гифку специально для себя. Она лежит у меня наиболее проливается вся моя книжка рекордами, и видно, что я выполнил все абсолютно. Ты шикарен, боже мой, вот за эти любви. Но эта была к тому, что вот поэтому не надо выпускать циклы для игр-сервисов. Потому что они ломают твое общение с игрой. И это не только общение с игрой. Хорошо, там, переход, между Destiny 1 и Destiny 2, но он такой немножко трогательный. Потому что все-таки они имплементировали систему ветеранов. Если ты типа играл в Destiny 1 и что-то достиг в Destiny 1, то в Destiny 2 тебе немножко игра для тебя менялась. Потому что во-первых, когда ты первый раз запускаешь Destiny 2, тебе показываются очень классные зарисовки о всех твоих достижениях в рейдах в Destiny 1. Типа там твой первый клир World of Glass с такими-то чуваками, ты такой «Ох, блин, как давно это было, я уже не помню этих чуваков, а вот с этим я уже там играю довольно давно». Ну, то есть, это довольно неплохой был такой memory lane. И плюс еще в Destiny 2 меняются диалоги в зависимости от того, что ты проходил конкретно в Destiny 1. то есть там если ты не играл в Destiny 1, то обо всем переходящем лоре Кост начинал говорить типа «О, что это за фигня? Кто такой лорикс? короче? Что это за тейкины? Ну, если ты играл, то, естественно, ты обо всем этом знаешь, Кост обо всем этом знает, и они такие «О, помнишь, как это было?» Особенно забавно это ну, сейчас нерд стафф пойдет. Уже пошел. В Destiny 1 там, короче, хай-энд PvP был это испытание Осириса, и там надо было 9 подряд без проигрыша и PvP матча провести, чтобы попасть на маяк. И этот маяк был добавлен в качестве уже PvE локации в Destiny 2 и когда ты его попадаешь, если игра знает, что ты это сделал в Destiny 1, у тебя гост такой «О, в этот раз намного легче на этот маяк пайпали, чем в этот раз». То есть, такие вот забавные штуки. Ну, это понятно, да. Слушай, ну, вот если честно, это все равно просто это такая подслачивающаяся пилюля. То, что у меня нету контента из Destiny 1, нету рейдов, которые мне нравятся, нету страйков, которые мне нравятся. Это безусловно. То есть, я бы сейчас с удовольствием перепрошел и рейды, и страйки, и из Destiny 1, даже несмотря на то, что мне не нравится по большей части система Destiny 2. Но вот то, что они опять бросили контент, это вот отвратительно. И это именно то, что сейчас происходит с Division. Опять-таки, вот, а с Division там еще вот лично для меня сложнее и страшнее, потому что Division мне в первую очередь опять-таки понравился сеттингом, потому что ты не каждый раз получаешь игру про зиму, в которой зима офигенно совершенно реализована и все такое. То есть, там, половина моего желания играть в Division, это именно за офигенного заснеженного Нью-Йорка. И тут они анонсируют Division 2, в котором летний Вашингтон, который вообще ничем не отличается от типичной игры про спецназовца в городе. И я вот посмотрел, когда я отревил трейлеры, я не хочу просто играть в Вишенголы. Только потому, что вот это вот. Ясно. Тут у меня пропала замечательная шутка о том, что вот это вот, все то, что ты рассказывал по поводу всяких подслащиваний для пришедших из Destiny 1, это такая та самая осиновая лопата, просто смазанная вазелином. Вот. Но вообще, 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 я пытался чуть иное сказать, ты вот показал вот эту вот историю с контентом, да, но есть же еще история с условным, даже не прогрессом, а получением всех тех морковок, которые... Ну, безусловно, что... по сути, по сути, у тебя шматира и прочее... то, ради чего ты работал, и это огромный посыл, это вот, как бы так сказать, это вот прям вот тот самый брейкпоинт, на котором можно бросить игру наконец. Понимаешь? Как нельзя делать? Боже мой, я почти уверен, нельзя. И особенно со вторым фуронором может случиться большой... Я полно согласен, нельзя так делать. Где мой фейтбрингер? Хотя в комментах спрашиваю, будешь ли ты играть в Destiny 3 такими темпами? Я буду играть в Destiny 3, я думаю, что... Я просто... Да, потому... Это вот есть насчет геймдизайна. Я хочу просто, тупо, ради эксперимента проследить один франчайз от начала до конца. То есть, мы ждем наконец-то. Что это в мемуаре? Тогда, когда будет разоряд. Как я жил в Destiny? Ну, я уже могу тебе много что-то говорю, это... не провоцируй меня, это будет на другом стриме. Вот. А теперь, после того, как ты прервал мою историю, чтобы рассказать свою... Это вред. Это вред. Это вред. Это вред. От этих всех отчеток именно потому, что глюканулы не выдало мне заслуженную и лишило меня возможности собрать полный сет. Все. Даже если я получил бы после этого вообще все остальные отчетки, я бы все равно остался без одной. И как-то так получилось. А поскольку эта игра у меня прям любимая была, понимаешь, прям любимая, вот она мне не дала и все остальные уже не так и нужны. Поэтому, да, я теперь свободен от отчеток, даже там в любых играх я могу вполне их вообще не выполнять, не собирать там эту платину и так далее. Это потрясающее чувство свободы. Вот такие вот пирожки. я вот сейчас послушал. Я почти это ощутил в Destiny 2, когда я понял, что игра ну, отстой, я за ней слежу именно, чтобы уже по большей части тупора ради именно этого геймдизайна и я начал переключаться на другие игры и буквально вот когда был недавний стрим, я уже своим даже, я своей жене даже написал о том, об изменениях в балансе и о форсейкене и я такое пишу и говорю вот засранцы хорист в Bungie ненавижу их. Так все было хорошо, пока в Destiny 2 было говно. У меня было столько свободного времени. Ой, ужас. На самом деле это все очень сильно перекликается с моим любимым гвинтом и так далее. Но тоже на самом деле можно очень долго вот такие кулстудии травить и так далее. Просто со стороны это наверное больно слушать. А вот что у нас теперь? То есть у нас был какой-то небольшой план рассказать каждому о своей? В твоей очереди про гвинт. Ты справишься? Мы можем поработать на самом деле по комментам? Потому что ты про гвинт особо не рассказал? Да, да. Я могу, но давайте так. Давайте так. А что будем мне такого рассказать? Почему? Почему? Почему тебе это нравится? Почему гвинт? А все очень в каком-то смысле просто. На самом деле это все выросло из World of Tanks Я сразу вспоминаю времена как мы с Вороном еще в стране игр он подходит ко мне и говорит Тём, а почему ты вообще играешь в World of Tanks? Ты играл в World of Tanks? Да, но я сейчас иногда бесплатно в смысле как бы окей по своей воле а вот и да и нет я очень другозависимый назовем это так и чувствую для того, чтобы просто хорошо пообщаться с друзьями я готов как-то где-то разделить их увлечениями если они у меня как-то поселили на танки я понимаю что или они будут без меня жить и без меня разговаривать и как-то у нас останется меньше времени друг на друга и точек пересечения или я просто буду нажимать кнопки это важный момент для понимания игрок в сервисы что люди реально играют в сервисы потому что с друзьями общаться ну я поэтому и говорю про комьюнити я поэтому начинал про файтинги и тогда я хотел очень перейти к тому что у файтингов не получилось и есть только одна компания которая смогла построить хотя бы более-менее приличный сервис и так далее но если будет интересно расскажу вообще не стесняйтесь вопросы задавать но если они более-менее к тему вот что касается вот я тогда ответил ворону что знаешь это вот в двух словах не расскажешь это вот прям надо на пальцах и человеку заинтересованным объяснить потому что там интересная механика правда и ты будешь ржать но это механика которая похожа на гирсов вор вот и это не шутка это правда речь все еще о гвинте нет речь о болтов танц ты же спросил ты же спросил вот и он тогда прям захотел сделать какой-то небольшой видеоматериал как раз именно об этом но оно все заглох превратилось потом в спецвыпуск по варгеймингу ну и в общем-то и бог бы с ним вот но это была для меня какая-то отправная наверное точка в том чтобы ну не знаю полюбить атомную бомбу и успокоиться потому что я пощупал все вот эти страшные игры-сервисы и фри-то-плей которые еще тогда не различал ужасные мерзкие пугающие и так далее так сказать изнутри и не по какой-то там не знаю рабочей необходимости хотя честно скажу я вел какой-то небольшой дневник записывал какие-то клевые истории хотел там небольшую рубричку страну игр вести с приколюшечками но это это все очень сильно пахло двухтысячными и так далее уголок без вкусицы Артема Шорохова да-да-да вроде того дневники геймеров вот я поиграл и понял что это в общем-то хорошо и так далее и в этом смысле тоже где-то как-то освободился избавился от последних предрассудков вот а что касается Гвинта видишь ли в чем дело у меня есть проблема да меня зовут Артем и я не соревновательный игрок вот да да абсолютно точно несмотря на то что как бы игрок в файтинге и кумите боевые искусства игры файтинги и вот это все я действительно а я еще и в ГО играл а это вообще отдельная история вот я действительно не люблю дуэль то есть я чувствую себя очень хорошо в командных каких-то играх потому что я командную игру безусловно и в этом смысле я довольно комфортно себя чувствую я не очень комфортно себя чувствую когда меня хотят убить но условно говоря да то есть в ПК в плееркиле вот потому что мне приходится тогда включать отдельный режим то есть если я чувствую что человек прям всерьез хочет как бы со мной разобраться мне приходится самому в ГО и так далее я про это тоже могу я про это рассказать про свою нельзя это называть карьеру но опыт игры и файтинг именно компетитив я еще играл ох да я знаю это ощущение оно тоже меня это был лайф и хейтеры релэйшншип когда я с одной стороны мне хотелось играть с другой стороны по нему насколько много стресса мне это приносит да 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 а у меня такая штука с целым жанром понимаешь причем жанром который я своим любимым я бы сейчас может быть считал но я так сказать смирился со своими особенностями вот поэтому когда у меня есть компания друзей с которой мне комфортно с которыми я не чувствую что меня хотят убить и соответственно не обязан включать обратно только почки отбить истребительное настроение то мы с ними нормально просто мышили мне было нормально проигрывать в игры и так далее потому что для меня победа не было главным для меня главным было что вот мы все месяц собрались играем в файтинге здесь красивые приемы и у меня получается комбит вот и как это все перевести в гвинт то что эта игра соревновательная это тоже дуэль и вот допустим когда я пытался более-менее нормально играть в го у меня не получилось именно потому что у меня огромное количество вот нервов и энергии отнимала каждая партия потому что это безумно сложная игра в которой нельзя допустить ни одной ошибки за три часа партии и вот это вот все и это ужасно напряжение держал кому-то это напряжение очень нравится а я его ненавижу вот и когда гвинт только-только начал появляться ну для тех кто не знает есть игра ведьмак 3 а в игре ведьмак 3 есть встроенная такая небольшая коллекционная карточная игра гвинт если нужна аналогия японская то это Final Fantasy 8 и там карточная игра то есть у них ничего общего в механике но в случае примерно то же самое ну или как собак в этом паблик ну то есть ты можешь просто дополнительно внутри большой сингловой игры коллекционирование и там дополнительным кеймплеем вот встроенный в Ведьмак 3 гвинт был очень простым это была по сути копия механик кондотьера есть такая настольная игра причем бесстыжая достаточно копия но это все равно было увлекательно и поскольку это было вплетено в геймплей вплетено в игру и не имело вот этого для меня нелюбимого страшного дуэльного экспириенса я в нее там с удовольствием знал она не могу сказать что мне прям сильно нравилось там у нее много проблем она слишком простая в простая смысле неглубокая и так далее но поскольку я очень прям очень люблю вселенную Ведьмака я там многократно перечитывал книги я познакомился с Ведьмаком очень рано в том плане что это был подростковый еще возраст книга была относительно свежая Вилами познакомился что? Вилами познакомился с Ведьмаком чего? Вилами? а ну это Сашин Черный да он намекает на то что именно я убил это спойлер вот то для меня это была такая добавочная стоимость то есть это игра в моей одной из моих любимых вселенных с любимыми персонажами на нее накладывается еще то что мне очень нравится что сделали Reddx и не проживает потому что какая большая проблема любых экранизаций и любых произведений по мотивам когда ты читал книгу у тебя в голове ну нарисовался свой собственный фильм со своими собственными актерами а потом тебе показывают что-то другое и ты такой как Хабенский это Антон Городецкий и вот у Reddx получилось сделать на мой взгляд вообще невозможно они практически идеально попали в то вот в мое это внутри головы представление не всегда оно совпало ну в плане там внешности в плане каких-то манеры персонажей там и так далее но почти всегда мне понравилось то что они мне предложили такого не было больше ни с одной экранизацией ни с одним чем то есть сколько я вот таких вещей не смотрел и ничто совпадения настолько хорошего не было то есть может быть они настолько бережно относятся к вселенной может быть у нас с их арт-дизайнером просто какая-то общая волна не знаю Ведьмак в первую очередь третья часть как игра для меня визуализирует вселенную которую я очень люблю очень удачным способом то есть мне прям интересно было посмотреть а как они сделали вот этого персонажа понимаете вот а карточный гвинт который там есть он давал еще больше персонажей те которые там не знаю не вошли в игру но были в книгах и вот все такое прочее вот а поскольку у меня еще основных хобби это настольные игры для меня для меня вот все вместе сошло но я все еще ненавижу дуэр что же с этим делать тут они понимаешь анонсируют я понимаю что у меня очень длинная история как у Саши получается но вопрос слишком сложный спроси бы еще попроще подожди подожди тут нормально уже отвлечения тут они анонсируют гвинт как отдельный и это выглядит очень логично очень закономерно но тут свои особенности которые я рассказал сразу думаем это не для меня я не буду с какими-то рандомами из интернет-дуэлиц это бред мне это никогда не нравилось я буду только расстраиваться вот и реально забил ну то есть даже не обращал особенного внимания ничего такого до тех пор пока они где-то не по неосторожности не пообещали однопользовательскую сюжетную кампанию тут меня прям завело потому что однопользовательская сюжетная кампания в настольной и карточной игре по моей любимой вселенной от разработчиков и художников которые мне показали что они прям могут это прям вот надо я добыл соответственно пропуск закрытую тогда еще бета-версию установил прям вот в нетерпении пришел домой поиграл что-то два часа и вообще не впервые прям никак тяжело сейчас я понимаю да давай давай плод твиста развивай плод твист прошло какое-то время они пришли в открытую диету выпустили ну то что можно назвать релизным трейлером если кто-то не видел релизный трейлер гвинта я вот прям призываю это где они в таверне да да он охеренен он вот вот без всяких скидок на сто процентов охеренен и одним этим трейлером они меня вернули подумал ну а может все-таки дать ей вот все-таки шанс и может быть она все-таки сможет а сразу напомню что однопользовательской компании не было они ее пообещали но еще не реализовали бета-тесты я вернулся из-за этого трейлера начал потихонечку играть и понял что мне все нравится что надо было чуть-чуть подразобраться понимаете а вот в ней обнаружилось второе дно которого не было в оригинальной то есть для меня вот начали сходиться вот эти вот какие-то кирпичики которые раньше не сходились но она все еще оставалась дуэльной это прям бесило потому что в этот момент я уже очень хотел ее полюбить но все еще не мог потому что она не зацепила как сервис понимаешь я сейчас извини я вплинусь я понял что ты сейчас рассказываешь что мне это очень напомнило мне это очень напомнило критоплей под названием Хокен про роботов про мехов там вот именно то что мне дико нравился арт-дизайн мне дико нравились мне дико нравились локации которые они нарисовали сам как игра игралась но меня помораживал что это пвп он и что там единственное пве было это такой довольно дурацкий клон орды и вот да я очень хотел в эту игру играть но понимал что играть я в нее не могу но потом добавлю раз уж вы заговорили что я наоборот я не воспринимаю кооперативные игры я играю в сингл или в пвп я люблю убивать людей тоже дести я вас таких ненавидит заклянуйте это пожалуйста здесь вот кооперативные развлечения мне вообще непонятно мне в дести не интересен кто бы крусибл я прихожу и убиваю людей при этом там почти не важны скиллы ну там нужно какой-то набор но в целом там более-менее все уравниваются по возможностям и для меня там слишком мало видов оружия давай уравняйся против гравитона давай покажи мне там по демиджи все же уравниваются это по лайт-левелу уравниваются а потом только включается мета и ты такой думаешь ну я же взял автоматик почему меня измены разбирают а я все равно этих чуваков смида убиваю то есть если ты вот ну там нужно все равно какое-то там количество поиграть ну пройти сингл на самом деле получить под набор оружия базовый который более-менее еще норм и все а дальше ты сидишь спокойно играешь в пвп и мне там просто было мало контента ну вот ну а вот в рейды все мне вообще было неинтересно с кем ты людьми бренд мне кажется ты куда больше зачем мне нужны с кем-то кланом общаться вот мы выяснили кто ты здесь да короче вот так вот а вы скорее всего да вот вы любите взаимодействовать там вот поэтому ты главный редактором и командные игроки да ну да я люблю всех убивать конкурентов вот о чем бишь был разговор короче история история была в том что игре пришлось реально пробиваться через мои блоки там комменты в комментариях уже рожут что у нас сеанс групповой терапии пострадавших стримеров от игр сервисов ну да кстати игры сервиса это же самый стримерский хлеб ну если по-хорошему думаем так и есть вот и самое главное что он смотрит что стримеры по тем же самым причинам людям ну многим людям не всем конечно же уютнее каждый вечер смотреть одного и того же стримера с одной и той же игрой быть включенным в экосистему и при этом не разбираться в чем-то новым потому что разбираться в чем-то новым надо с утра ну условно говоря вот и с глинтом и соответственно я понял что я попал снова в ситуацию с файтингами и год когда мне все нравится кроме собственно говоря дуэли с незнакомыми людьми то есть я повторяю у меня всегда была лазейка если я играю с друзьями или хотя бы просто с знакомыми у меня все в порядке я люблю рандом да я начал как обычно делаю в таких ситуациях ходить по всем знакомым пытаться их тоже подсадить на глинт у меня есть ни черта не получилось и мне пришлось задействовать план б самому найти таких людей возможно некоторые из них сейчас в чате вот и я нашел для себя эту систему небольшую замкнутую в которой и которые ну разделяет мое отношение которые тоже играют в глинт там любят с макой и так далее с которыми я не мог играть спасибо тебе соня твою мать отсутствие кросплея отсутствие кросплея отсутствие кросплея отсутствие возможности да это да в том числе логин соухи не мог играть Destiny потому что у него xbox у меня playstation на других платформах это отвратительно но это такая служба поддержки группа поддержки такая для меня была основа ассоциации с анонимными алкоголиками благодаря которой я оставался в контексте глинта и в контексте ведьмака даже если мне приходилось играть с какими-то другими людьми в каком-то смысле меня это примирило я смог наиграть достаточное количество не знаю часов партии архетипов для того чтобы перейти собственно говоря в режим сервиса это вот очень важный момент потому что режим игры сервиса это что такое это когда ты уже настолько комфортно чувствуешь себя в механике что можешь играть как вложенное действие то есть вот так же вечером мне особенно напрягивай мозг первые партии в глинте меня очень сильно ломали мозг я в них напрягался как в шахматах сейчас чтобы выиграть хорошего противника да действительно все еще надо напрягаться как в шахматах но у тебя уже проложены вот эти вот в мозгу дорожки вот эти вот все нейронные связи когда ты можешь делать многие правильные вещи на автомате не особенно задумываясь скрипт комбо скрипт комбо и здесь начинается игра сервиса когда ты в том же самом текине в том же самом попутный видео стрим уже в общем то на автомате делаешь какие то обычные вещи повторюсь на автомате выигрывать тяжело но поддерживать игру на каком то нормально более-менее можно и начинает вот именно аналитическая способность какая-то мозга меньше участок и меньше устаешь ты меньше паришься и тут включается игра сервиска ты можешь прийти вечером с работы прошу прощения и расслабиться за игрой а не напрячься за игрой понимаете да вот и в этом моменте вот с этого момента я наверное понимает у меня был еще ходный период когда я достаточно много играл в как вот там оргс мазда я очень люблю оргс мазда и мы там с товарищем проходили все части и все дополнения а пока она еще была сингловой сюжетной игрой потом они превратили ее в сервис то есть условный третий оргс маздай стал фри-ту-плейной вот этой вот системой ну там фри-ту-плейной пвпшные и все такое ну она не пвпшная она пвешная включите разве да да потому что когда я ее смотрел еще закрытые бете там же было именно что две страны насылают орков и по сути это как бы не 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 мы либо говорим о разных анчейн в анчейнде в анчейнде не 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 в анчейнде был изначально основной режим что есть две команды игроков которые играют за героев и они также должны расставлять лавки против рашеских орков но и также они тоже насылают орков но при этом рассказываешь про какую-то доту наверняка был такой режим может быть изначально игра строилась так и так далее не может быть а точно потому что я тебе говорю в рамках моей прошлой работы и как поработиться ну в общем саш мы здесь некоторым тупике потому что не знаю во что я играл возможно мы путаем или игры или название ммм вряд ли возможно они перестроились или да прям ну игры сервисы в общем-то тем и славятся что в какой-то момент ты заходишь и понимаешь что это совсем не та игра которую ты начинал и это в каком-то смысле хорошо в каком-то смысле плохо тут уже зависит от подхода и от конкретного геймдизайна вот то есть у меня были уже к этому моменту какие-то определенные опыты в сервисах и видимо было просто найти свой а тот в котором я бы уже мог как независимая единица играть самостоятельно в кооперативах это тяжело потому что тебе в любом случае приходится быстро и сразу находить язык общий с какими-то левыми людьми а в дольках это казалось довольно просто потому что ну если тебе нравится механика то в какой-то момент ты ну набиваешь себе все нужные шишки и после этого все становится совсем по-другому проще и без каких-либо больших заморочек вот что касается конкретно механик глинта и так далее но я не думаю есть какой-то большой смысл прям это все рассказывать если кому-то будет интересно я не знаю ну это так же это так же это так же да отдельный стрим да но единственное что с точки зрения механики он отличается от всех кокаина рынке это хорошо слышали он отличается от кокаина на рынке что прости ничего ну ничего Роскомнадзор забавно блокировал это что первый и последний страны игр да все продолжайте так уже выехали я даже не знаю теперь то ли вы решете надо мной то ли еще в общем он для меня хорош с помощью многих сторон если говорить конкретно в нише коллекционных карточных игр где безусловно властвует Харстоун с одной стороны и Мотыга с другой стороны а Гвинта точно есть своя ниша в которой он лучше любой игры на рынке и может предложить что-то такое что не может предложить любая другая игра если на это наслоить это не значит сама игра лучше значит что у нее есть уникальные интересные стороны вот и если на все это наложить действительно любимую вселенную и какие-то там еще правильные движения с позиции сервиса то как-то так само получается что я в него играть давно и мне норм понимаешь наверное каждый находится себе свою игру наверное дело отлично мне кажется фраза для завершения нашего банкета короче каждый находит свою игру сервис и проводит в ней время и про Fire Emblem а про Fire Emblem что там просто штука такая что вот базовая механика Fire Emblem там все эти баланс между топорами копьями и так далее она вся перенесена в вами сильную игру там разница только в том что там карта маленькая и персонажи у тебя 4 ну в партии и все но классическое упрощение для короткой сессии но при этом вот есть например Final Fantasy мобильная есть вот такие игры типа Fade, Stay Night они все там Шин Мегаментен Сей даже есть они все ужасные потому что они очень как упрощенные там фактически ничего не надо делать ты сжимаешь одну кнопку и все и твои персонажи всех убивают а в Fire Emblem там есть вот головоломочная часть когда это же так есть 4 персонажа и ты такой сидишь блин как же пройти карту чтоб тебя никого не убили и можно там 50 раз пробовать подбирать разных персонажей и ты сидишь как вот решаешь шахтную задачку да 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 это головолом все так и есть вот и плюс там Fire Emblem вот в Fire Emblem там персонажи всех частей Fire Emblem вообще плюс там добавляется киновый костюм это все и постоянно есть новый контент то есть вот новые персонажи и новые карты с задачками и ты сидишь так и каждый день вот киделики появились какая-то карта выложена вот какой там еще челлендж то есть игра такая она не напряженная с очень короткой сессией и она не тупая то есть там нужен именно скилл нужно именно думать и никакого поэту вина там нет я не говорил что игры тупые ну то есть как будто вот есть у тебя такое предубеждение нет мобильные игры они часто очень тупые это правда невероятно тупые то есть я не знаю просто нажимаешь кнопку и тебе говорят вау да ты крутой крутой ты крутой то есть вот прям вообще невозможно ох я думаю я кстати думаю что ты сейчас сказал вау успех и все ты крутой сексес да я думаю что одна из тем которые нам стоит затронуть в одном из будущих подкастов именно вот это вот сексес истории из-за которого я в некоторых играх реально начинаю себя чувствовать старым например самый такой пример это Need for Speed который был перезапуском который просто Need for Speed не Payback а прочее а окей вот когда там в первой же заставке тебе такой короче подключил ооо чувак как ты за такой как уйдешь по клубу и в slow motion там Ken Block такой отобрительный на тебя смотрят я так понял блин я слишком старый для этого сегодня дерьмо чтоб вот так вот меня облизывали говорили потом какой я офигенный потом следующая заставка такой вот заходишь в гараж там сразу такой профис ооо чувак здорово короче круто гонял ох блин ну хотя про это вот нам в нашем на первом украине сковородой по щамбили да и вот ровно тоже то же отражение у меня вызывало два игры вот как геймплейная игра отличная ну блин вот это вот все вот этот молодежный success story кажется я не помню по мтд писал про да 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 образование и культуры в принципе что уже всяк что тебя называли молодцом на каждом шагу да 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 у него по моему колонка была я же говорю буквально недавно вы публиковали заново в стране игр кстати очень хорошие комментарии под эту статью есть мне прям понравилось я вот очень люблю вот эту стрину среду странноигрышную где ну читатели были очень интересны себе ну вот и сейчас мы собираем тех самых читателей вот поэтому если вы смотрите стримы и не знаете про гемонтрут заходите на гемонтрут там жесткая модерация всех идиотов учащаем костя просто углевает людей это кстати новый я так вижу ворон который отстреливает ноги вот так вот да и собственно тоже немножко заканчивая проигры сервисы если вам интересны какие там еще темы еще какие-то вопросы остались приходите на гемонтру когда я выложу там это как отдельный видосик там же можно вы доставить комментарии мы все прочитаем там пожелания не знаю там что угодно и учтем в следующих стримах вот а пока наверно пора заканчивать да пора уже два часа уже там взрослые да завтра с утра на работу да то есть взрослые делают да вроде всех побили я прошел три раза до драйв пока мы тут входили ну тебе осталось поставить нормальную сложность да да хотя это неправильно каноничный делал прелайвов без тамонобу и тагаки вот потом знал толку сложности пройди кибер казуми давай на самом деле играть на нормале поэтому так все фигня вот я все время забываю как делать перехваты а вот сейчас сделал боже ты мой это не перехват был ну не важно а что это было ладно а что это было а просто захват вниз назад блок вверх вверх так 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 давайте не будем я просто не вынесу вот так что давайте попрощаемся со зрителями и никакого итог спасибо ай-яй-яй а что итог каждый нашел своем старые сервисы они нормальные у них есть своя аудитория вот есть на плохие игры сервис но в принципе хотя бы одну хорошую кажется может найти наверное но все равно это не нужно как мы выяснили это все равно некий понимаю откуда это взялось но в целом да конечно счете как я говорю главная эмоция если главное что вы делаете если нравится все хорошо с не нравится плохо в общем все как с порно играми с порно играми как с отношениями если вы играете вам дискомфорт я ждал когда бренд перейдет когда бренд перейдет к этому слишком долго не было с сравнениями с отношениями это прекрасно я как сервис как ты назвал игры сервиса жвачка и хочу сказать что игры сервис это не просто жвачка хорошие игры сервис это как жвачка положенная в холодильник она каждый день возвращает свой в общем хорошая жвачка а это как жвачка с кладышами с кладышами да не можно много еще продолжать эту систему но в общем все время заканчивается так что я сейчас нажму кнопочку заковершу стрим остапа не словом и сказка закончится но стримы продолжится на этом канале возвращайтесь всем пока читайте расписание на геймлайн тру и в соцсетях да прибавляйте плюс 20 стримы да ладно все всем пока всем пока